Книга «Открытым оком», том 22, тема «Грех», вопрос 3468. Если какая-то схема, по которой действует враг, уводя души, или он всё время меняет тактику, и ничего нельзя предсказать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Он поселяет от своего гордость, слепоту, самовольщение, превозношение. Человеческая совесть глохнет, и человек не хочет ничего видеть и слышать. Пред ним прошли падшие, видны ещё и следы, они обрываются на краю пропасти. Но он не хочет ничего анализировать, он совершенно безумным делается. В моих архивах много бесед с людьми есть и с обольстившимися грехом. В книге «Открытым оком», том 15, есть фотографии, где мы с отцом Амбросием Юрасовым и отцом Геннадием Фастом. Там стоит и Володя Дыбовский, фото которого... Фото было сделано почти в дни расставания с ним. Беседа вполне показывает путь падения человека. Теперь он живёт в миру. А когда ушёл, то уже через месяц наши люди увидели Володю на костылях. Где-то по пьянке пострадал. Полное разложение. Это было видно заранее всем, но только не ему. 4 ноября 1982 года ко мне в гости в Варнаул на улицу 2-ю строительную, 62-16, приехали новобрачные. С ними прошла беседа и тут же с этим вероотступником. Буряков Михаил. Мы тут собрались с Ириной, так сказать, в свадебное путешествие. Ну и хотелось бы съездить в Москву, в Ленинград, посмотреть эти города, повидаться с родственниками, пообщаться с друзьями, с близкими, знакомыми. Но вот материальная сторона поездки ещё оказалась слабоватой. Мы просим вас, если есть возможность, помочь нам в этом отношении. Игнатий Лапкин. Я никогда не даю денег, прежде чем не узнаю, для чего им это нужно. Но вас я о том и не спрашиваю. Пить вроде не пьёте вы, хотя я на 100% вручаться не могу. Может где-то там попадёте к неверующему брату, стопку выпьете, чуток, четверть литра, опрокинете и сами упадёте, смеются. И потому я стараюсь узнать точно, потому что за каждую трату придётся рассчитываться, перед Богом отчитываться. Я сразу спрашиваю, с какой целью вам нужно и сколько. Так, Буряков Михаил. Ну я хотел бы сказать, какие траты. Просили купить платок за 65 рублей, притом японский. Причём этот как подарок Ирине. Но вот обязательно надо выполнить этот дусин на КАС в Москве. И ей она просила ещё за 30 рублей платок ей лично купить. Ну вот, пожалуй, пожалуйста, 100 рублей. Ну и потом поездка, сама дорога. Ну вот что останется. Конечно, всё это отдадим. Игнатий Тихонович Лапкин. Отчего останется? Сколько надо? Буряков Михаил. Ну я не могу сейчас точно спрограммировать. Потому что разные там расходы. Сколько мы пробудем? На самом деле месяц. Сейчас уже немножко меньше осталось. По 29 число. Игнатий Лапкин. Сколько надо? Ты конкретно говори. Буряков Михаил. Ну я вот спросил 300 рублей. А 100 рублей сразу улетит. Игнатий Лапкин. Слово улетит, ты знаешь, понимаешь, как? Как воробей спорхнул и улетел. А деньги куда улетают? Это очень плохо. Муж, как говорится, трудится для дырявого кошелька, когда жена неэкономная. Агей 1.6. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не встыдать. Пьёте, но не напиваете. Содеваетесь и не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Сода закончена. Ты уже заранее выпустил на ветер эти деньги. Платок и 65 рублей. У меня месячный оклад 72 рубля. Буряков Михаил. Это подарок, Игнатий Тихонович. Обожди. Подарки на чужие деньги не покупают. Есть такая пословица. Терахов. 21.9. Строящий дом свой на чужие деньги тоже, что собирающий камни для своей могилы. Буряков Михаил. А так получилось, что мы когда при расчете рассчитывали за свадьбу, за все, что гостей собрали, вы нам дали. Мы их как раз в расчет то и пустили. Игнатий Лапин. Хорошо, что не получилось покупать, покупок делать. А это как раз и не получилось. Все деньги при вас. У вас плотки есть, тех не переносить. Может быть голова-то ровный стоит, а 65 рублей покрывала. Буряков Михаил. Я то... Так я-то что? Я-то не против. Думаю, что надо все-таки уважать гостей. А уж раз попросили, Игнатий Лапин. Все уже на этом. Конец разговора. Меня тоже многое просили достать. Да не все. Купил им. Для меня большая радость прийти в магазин, походить. Правда, я редко и это делаю. И выйти ничего не купить. И так это руки обтереть об себя. Как Карп Иосифович, обтирая чуть выше колена об брюки, хорошо, не осквернился. Деньги не отдал. Буряков Михаил. Но считайте, что эти деньги как бы еще не наши. Потому что владелец сказал, обязательно зайдите в магазин и купите такой-то, такой-то платок. Игнатий Лапин. Вот вы и ответьте так. Доехали до одного места и денег больше не надо. И держался, говорит, по дурнинке. И ничего больше нету. Все кончилось. А в дальнейшем придется целый весь в горбатице. Искать где-то, да еще попадешь под провод где-нибудь на работе. Кирпич упадет и рассчитываться будет одна жена. Обойдетесь. У вас есть разных тряпочек. Полно. Тем более в хорошем платке надо не перед собой же красоваться, а перед кем-то. Вот и опять соблазн и ревность. Пусть уж сидит дома. Ты наоборот ее сажей выможешь, чтобы не входила на улицу. Все время заставляй чеснок ей, чтобы дурно пахло. Никто и целовать ее не будет. Смеются. А то ты надумал по какому-то кольцу ехать. Где это кольцо? Гуряков Михаил. Это вокруг Москвы. Кольцо это состоит из ряда древнерусских городов, в которых находятся туристические центры древнерусской культуры. Оно оказывается золотое кольцо. Игнатий Лапкин. Вот смотри, многие страны прибыток получают только от туристов. Так это речь идет о капиталистах, о важных каких-то персонах. А в это нищета, куда пошит листи кошелями? Смеются. Ничего нету, главное. И тоже. Куда люди, туда и вы. Гуряков Михаил. Правильно. Но согласитесь, с папой бывает один раз в жизни. Игнатий Лапкин. А раз тратишься, на всю жизнь будешь нищим. Один раз ты уже перекрихтел. А теперь оставайся человеком. Оно потому и называется золотое, потому что там дуралеев много. Ты слышал, как поют? Не променяй жизнь свою, как тот дуралей за четвертак. Ничего не надо. А что посмотреть так за двадцать пять копеек купи и открыток? Покажи и будет, как побывал. Ирина смеется. И повидали, и себя дурь маленько выколотили. Гуряков Михаил. Так я же и говорю, что это не единственная поездка по Золотому кольцу. Но и повидаться с родственниками. Игнатий Лапкин. С родственниками можно повидаться. Гуряков Михаил. Прежде с мамой. Хоть мы и видели здесь. Но одно дело здесь, а другое у нее в доме. Игнатий Лапкин. Согласен. Значит, никаких колец этих не надо. Гуряков Михаил. Так нет. Если уж по родственникам, то и по родственникам. Нужно заехать и в Ленинград, и во Владимир. Игнатий Лапкин. Не надо. Ты не былинный герой, Владимир. И не Илья Муромич. Поехал границы объезжать. Все. Сейчас лякать везде. Вам просушиться даже негде будет. Здоровишко слабенькое. Так что ты сиди лучше дома. И все будет при тебе. Вот доедешь до Москвы у отца Дмитрия. Побудешь. Сходишь в Патриарший собор. Ездишь за гостем. С мощам Сергея Радышевского приложитель. Пойдете там и к Алексею, к коллекцию святителю. Вот и все. Буряков Михаил. Ладно. Надо еще и в Александра Невского лавру тоже сходить. Там мемориально кладбище есть. Игнатий Лапкин. Этого не надо. Мы сами на кладбище когда-то пойдем. Вот нам весь мемориал и будет. Буряков Михаил. Ирина никогда не видела Ленинграда. Хотелось бы посмотреть Эрмитаж. Игнатий Лапкин. У меня есть книжка по имени Эрмитажу. Я покажу сейчас бесплатно. Буряков Михаил. Ну что вы. Одно дело посмотреть, а другое дело пройти по этим мраморным лестницам. Игнатий Лапкин. Понимаешь? Одно дело бесплатно. А за другое дело ты потратишься. Ирина Тихоновна. Жена Михаила и сестра Игнатия. Мы приедем. Нам 200 рублей за кольца сразу отдадут. И мы с тобой рассчитаемся. И зарплату получу я за месяц. Игнатий Лапкин. А какие кольца? Золотые? Вот откуда у вас вся эта прихоть-то идет. Оставь. Я купил за 45 копеек кольцо и живу уже столько лет. Да и зачем это кольцо? В магазине по 40 копеек можно купить. Буряков Михаил. С удовольствием бы купили. Но нету. А это каждая по 175 рублей стоит. Игнатий Лапкин. А вы заплатили. И вы заплатили. Буряков Михаил. Ну а куда денешься? Игнатий Тихонович. Я знала, что вы ненормальные. Но никогда не думал, что такие. Буряков Михаил. Так нас бы не венчали бы тогда. Без колец-то нельзя, Игнатий Тихонович? Можно было. Из каких-то цепей наковали. Вот батюшка приезжал. У него куча колец. Буряков Михаил. Мать предлагала медные. Игнатий Тихонович. Ну и что? Взяли бы, повенчались и отдали обратно. О, какое безумие. Я больше пяти копеек за него не дал бы. Неужели в самом деле у вас ума нисколько нету? Разума Бог лишил людей. Идут, берут. Все можно сделать. Можно было только взять на некоторое время и отдать. И назад отдать. А потом купить. Я за 90 копеек повенчался. Буряков Михаил. Там написано, что проданные кольца возврату и обмену не подлежат. Игнатий Лапкин. У своих можно было взять. У меня бы взял Буряков Михаил. А как у вас взять, когда за столько километров Игнатий Лапкин? Стало быть, надо думать, было раньше. Буряков Михаил. Я сам с удивлением увидел такие цены. Игнатий Лапкин. Да хитро. Масончики сделали. Для них вы и будете работать. С первого дня у вас уже начали трясти кошельки. А там ничего и нет. А потом куда эти кольца? А начнешь давать, за него рубля не дадут. За сколько платья под венечницу купил Ирина? За 150 рублей. Игнатий Лапкин. Жене Надежде Васильевне. А у тебя, Надя, сколько венчальное платье стоило? Рублей 10? А какой материал-то? По рублю из полотенца смеются. Представьте, кольцо 1,45 копеек. У нас самое основание заложено было правильно. А вот теперь я понимаю, что вы, видимо, как некрещеные. Вы же в крещении отплевывались от сатаны и всех дел его. А то, что сейчас делаете, не христианское дело. Не имея спецзарабатывая по 60-70 рублей в месяц брать на 170 кольцо. И как у вас на это ума не хватило? Ирина, мать, дала денег только, чтобы кольца купили. Вот и все, Игнатий Лапкин. Опять же, плотские люди, Ирина. Мать расположилась, и мы говорили, не надо. Но мы искали такие кольца, но не нашли. Мать говорит, ты один раз в жизни, Ирина, венчаешься, и ты последняя. Если бы денег не было, мы, конечно, не купили бы. Мать 500 рублей сразу сняла, принесла корову, продала. Знаете, Лапкину матери никогда на это дело не было соображения. Отец по 500 рублей в месяц в деревне получал. Выйдет спасти с клюшкой и придет с клюшкой. И нигде ничего нет. Весной даже гусят своих кормить было нечем. Шапку ему сажали. Что, говоришь, венчальные кольца до смерти? Да уже от колец этих смерть уже умертвили. Считай, есть нечего. Под венцом были. Так венец от этого разве зависит? Что у тебя, палец покрыт ниточкой золота или как? Так, добейся того, чтобы душа твоя была под алтарем и вопияла к Богу. Можно заковать всего себя в золото и оказаться в аду. Неправильно это все у вас началось. И так дальше получается. Жил ты рядом со мной и ничему не научился. Как я тебя учил? За стол садимся в праздники по прянику за раз можно дать. А в такие дни пол пряника. Полам на двоих. Так ели. Ну и как работали тогда? Ты лишнее видел? Однако был в келье и не умирал. Даже на крыше сидел, тебя ветром не сдуло. Вот сегодня у нас 4 ноября 1982 года. Я вас пригласил после цирки побеседовать с Володей Дыбовским. Дело тут вот в чем. У него не то, что плохо, а как видится, очень плохо дело обстоит. Я ждал этот момент разговора. Я боялся начать раньше, как чири выдавливать, который не созрел. И тогда можно за разу распространить на все тело. И позже нельзя уже было. Он дошел уже до той черты, после которой разговор уже бесполезен может быть. Самое главное, что здесь повторилось все то, что было с другими. Приходящие здесь услышавшие о православии теперь начинают, сразу начинают изыскивать объяснение, что уверовал мне здесь. Он 10 лет назад был верующий, оказывается. А мы не знали. Он уже не меньше 10 лет Евангелия изучает. Ни в каком грехе он не жил. Пришел он в православие, якобы в другом месте, а не здесь. Для нас это, видишь, пройденный этап. Здесь у Володи затруднения были относительно жилья. Мы поселили его к тете Оле. У той приезжает дочь. Пришлось срочно опять же уходить. Туда мне пришлось его поселять. Вызвали Валю Коневу. Она его туда поселяла. Здесь ни одного шага получилось. Без нас он не сделал. Опять же, теперь я разговариваю с Ксенией Степановной. От нее уходит тот безбожник. И буквально в этот же день еще даже вещи у того не были уместены. Пришлось Володю к ней поселять, убеждать ее, взять. Я предупредил, что Ксения Степановна человек очень хороший. Она женщина-многострадальница, добрая молитвенца. Я лучшего жилища ему не желаю. Однако оговорился. Смотри, она прошла всю жизнь среди сексантов. Дух 50-й, что в ней стойкий. И в этом духе, который она там получила, раскаяния у нее не было. Этот дух распространяется каким-то образом на маломощный. Он сразу начал оговориться. Я говорю, дьявол стоит рядом, не оговоривайся. Он всегда, это с кем-то могло быть. А я опытный. Я читал, много знаю. Он любил эту фразу говорить. Володя Дубовской. Я не говорил так ни разу. Игнатий Лапкин. Вчера только Леша Ильичкунову говорил. Да и Андрюша рассказывал свидетель еще один этих слов полностью. Тем более, что я эти слова слышал неоднократно. Володя Дубовской. Но я не хвалился. Игнатий Лапкин не хвалился. А в самом деле много читал. Володя Дубовской. Много читал Игнатий Лапкин. Вот выдержки сейчас, пожалуйста. Тебя еще не бьют. Вторую щеку надо поставить. Поставить. Давай дадим тебе первое слово сказать. И тогда, а тогда уж, пожалуйста, помолчи. Ты сейчас уже дерзко себя ведешь. Как не подобаетесь тебе человеку, который должен знать свое место. Уже сейчас в присутствии детей ты уже не можешь утерпеть. Это не так, это не так. Потом для этого будут даны факты более веские. Ты говоришь, я знаю. Я, конечно, никуда от православия. Хотя знаю, ты покаялся. Или как там у баптистов принято. И у тебя стоял вопрос, где принимать крещение. Сейчас есть люди, которые к нам приходили, но не устояли в том, что им дается строгость. Что это иной путь, чем у тебя был. А не чтобы выйти из повиновения. Ибо они в зависимость от меня попадали. И они лихорадочно начинали изыскивать во всех направлениях обвинения против меня. И самое главное утверждение у каждого. То, что уходит не случайно, а по вере. Я не просто тебя ненавижу, а ненавижу ради Бога. И тогда ненависть получается святая. Что вот во мне, то не православное. Здесь не по любви. Вот это старообрядческое. Значит, сам он успел за это время очень многое понять и увидеть. Очень сильно начал воскуряться и воспаляться. Я пытаюсь остановить его даже в дороге. Устраивает ссоры. И споры даже совсем. Устраивает споры. И споры даже совсем не в описание. Несколько раз останавливал. Я гляжу, зарывается прямо на ровном месте. Что это спрашивает? У тебя чисто национально такое? Или откуда? Ты еще не ходил по слушанию ни одного человека? Начинают упрекать лично меня в гордыне, что я отца Дмитрия не слушаю. А почему? Он вроде должен послушаться меня. Потому что отец Дмитрия, я фигура совсем разная, чем ты. Отца Дмитрия нашел тогда, когда у меня уже полностью сформировалось все. У него духовничество надо мной особое, необычное, только лишь как советник. Так что с ним я и спорю. И он видит, что разными путями идем. Но к единой цели на меня он влияние никакого не оказывает. Только его трудами я пытаюсь воспользоваться. И то в определенной мере. Что еще? Отец Дмитрий для меня, как старший товарищ, о чем-то опыт мне может быть исповедовать. О чем-то опытнее, может меня исповедовать. Но только всего. Ты же для меня совсем иное. Ты знаешь, кем являюсь для тебя я в буквальном смысле. Ты меня избрал, чтобы я восприял тебя из купели. За тебя отвечаю я. Способ твоего освобождения от Мирского избираю я, не ты. Отец судит об этом. И я наречен для тебя отцом во святой купели под полцом открытым при вот этих свидетелях предсвященники. Так было или нет? Володя Дововской. Так, Игнатий Ларкин. Вы свидетельствуйте в этом. Так что приравнивать. Видишь, что берет. Я вроде отца Дмитрия не слушаюсь. Притом, это тоже неверно. Все, что говорил конкретно, все, что он говорил конкретно, все это было принято. Остальное мы тоже выбираем высший путь нашего единения. Володя Лихорадочного искрит пути общего объединения. Но это уже пройденный этап. У меня были подобные люди, они ушли далеко. Только приходится назад возвращать уже в другом положении. Он разворачивается то левым, то правым боком. Со всех сторон жжет. Тут есть интересная деталь. Прошу и в этом разобраться. Как сене Степановны, мы беседовать пойдем еще. Может быть, это тоже будет момент окончательного решения. Она приводит людей из старушек православия. Приходит и молится. Но те, которые там живут, она всех их травит против меня. Но фактически не меня. Что, Игнатий, вот святых отцов каких-то учит, он слушает. Зачем отцы? Надо, чтобы Бог сам нам все открывал. Надо, чтобы получать Духа. Но мы-то знаем, откуда этот Дух. Не по слуху знаем, а сами видели. И везде, какая бы беседа ни была без меня. Ведь она яроста сопротивляется. Дух и без тяжества. Без нее изо всех щелей идет. При мне ни разу этого не было. Я думаю так, что лукавый очень чуткий в этих вопросах. Лоди Дововской. И мне она ни разу о тебе ничего не говорила. Игнатий Лапкин. Игнатий знает. И людям верным никому не пыталась говорить. Гену Яковлю и других она травила. И они потом приходят, и все говорят, ну зачем ты с ней встречаешься? Ты же видишь, какой у нее дух. Явно, что в ней дух заблуждения. Я говорю, что она очень хорошая. А то учение ее, оно дойдет. Она как катализатор. И только ускоряет процесс отпадения лукавых людей. У нее жил на квартире Гена. После того, как Матюшин не стал с нами иметь общение, у нас зачастило к нему постоянно. Теперь едем в брат Валера и ее увлекся. И все трое впадают в буквальном смысле слова в блуд. Прозврат. Расходятся с женами и уходят. Если какая-то между этим связь. Но учитывая, что уклонение от православия есть в любодеянии против церкви, по-моему, очень близко просматривается. Как тебе кажется, Владимир Дововской? Да получается так, что блуд духовный ведет к блуду плотскому. Игнатий Лапкин. Володя начинает утверждать, что я обращаюсь с мирскими людьми не с любовью. Что вот у меня все под законом, а он под благодатью. Я уже только под законом остался. Значит, ему нужно такое. Пришел, ушел и на этом конец. Если ты это избираешь, то мы сейчас и решим. Я тебе сегодня ставлю такие рамки, которые ты еще не видел даже. Ты вольный сейчас их принять или отвергнуть. В результате, если ты не их примешь, буквально начнешь исполнять, больше ни единого пререкания не будет. Минимум в течение трех лет. Ты будешь заканчивать у меня университет здесь. Каждый шаг, каждое движение будет взято под контроль. Нет, значит, ты добровольно уходишь. Я думаю, далеко ты не уйдешь. Дальнейшая участь прорисовывается. Если взять что-то четвертый, то предыдущие ушедшие три человека, 75 процентов, показали в лук. Но дай Бог, чтобы 25 не попали туда. С ужасом смотрю я. У меня есть опыт 21 год. Тебя еще нет полгода. Апостол Павел говорит филиппийцам 2.12. Итак, возлюбленные мои, как не всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Кавычки закрыты. Павел непрестанно стонал. Галатам 4.19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. И посмотри, Галатам 3.1. Кто прескил вас не покоряться истинно? Для других, говорит, я не апостол, но не для вас. Выслушай, какие правила даны тебе, чтобы ты знал, что тебе отвечать. В первое течение 10 дней, ни одного дня ты никуда не ходи. Я скажу сначала, что в том и в другом случае будут взгляды твои. Меня сейчас не интересует, ты их высказал. Ничего не скажешь ты сейчас другого, а только то, что должен сказать. Надежда Васильевна, жена Игнатия. Сейчас Игнатий Тихонич хочет просто сказать и предупредить о чем-то. Игнатий Лапин, чтобы ты знал, чем тебе закончить разговор, не беспокойся. Ты будешь знать, что выбирать себе. Или беспрекословное подчинение. А на полумеры я не соглашусь. Мне это влияние не нужно. Я за тебя отвечаю пред Богом. Держать не буду ни одного. Иоанна 6.67. Тогда Иисус сказал в 12. И не хотите ли и вы отойти? Златоуст эти же слова повторяет, что пусть хотя бы и один остался он, но зато исполнил порученное, как заповедал ему отец, что отец должен делать с непокорным сыном. Златоуст говорит, первосвященник Ильи должен быть связывать, избивать и изгонять сыновей своих. Тогда ты будешь оправдан пред Богом. Так получает и первосвятитель Иоанн Златоуст. Так научает первосвятитель Иоанн Златоуст. Я тебя сейчас в первую очередь связываю. Связываю тем, что ты строго должен будешь исполнять. В течение 10 дней напрячь все силы, просить всех знакомых, чтобы от Ксении Степановой уйти. Это первое слово. Второе. За это время, в течение месяца, если все будет принято, больше нигде не будешь появляться. Будут все люди предупреждены. Ты больше ни в чей дом не будешь входить. Для того, чтобы ты мог сейчас самостоятельно углубиться, заняться Словом Божьим. Третье. Все книги, которые не относятся к Библии, все эти романы, которые ты выискиваешь, все уничтожь, выбрось. Если книга хорошая, и она не нужна, то стать. Пока три самые маленькие пункта тебе, которые ты должен будешь исполнить. И на это скажешь сейчас, принимаешь ты их или не принимаешь. Пожалуйста. Владимир Дубовской. Прежде вы выслушаете все мои мнения, как я к этому пришел. Сейчас будет возможность. Я должен высказаться пред всеми братьями и сестрами, здесь присутствующими. Как я пришел к такому выводу? Игнатий Лапкин. Какому именно? Объясни слово «вывод» Владимир Дубовской. Ну вот то, что я сказал, что вы идете не по православному пути. Почему я считаю, что вы придерживаете Светского Завета, то есть людей хотите под закон запрячь. На это вы и сами отвечаете, что так оно и есть. Новый Завет для вас не Новый Завет, а Библия вся насквозь Библия, и ее, значит, надо исполнить фактически. А ведь закон, в общем, Христос сказал, возлюби Бога всем сердцем своим, всем разумением своим, и ближнего, как самого тебя. Это есть закон и пророки. Весь закон и пророки. Также сказано, что закон написан на ваших сердцах, скрижали сердца вашего. Это уже совесть и закон. А тут пришла Богодать Иисус Христос. Вот. А вы, значит, людей хотите подвергий Завет, под закон, чтобы исполнили одновременные законы, одновременно любовь скрижали. То есть Иисус Христа. Такую любовь, например, что Отец Сына послал за людей, за грешных, за всех. И с какой любовью Сын? Он же Бог, пошел и распялся. За людей на кресте, под законом быть и под благодатью. Это значит новое вино в Литветхии, меха. И то не сохранишь и прорвутся. Это так оно и должно быть. Так же и небеленную ткань заплаты переделывать. Отделет и дыра будет. А Бог есть любовь, и Боговоплощение должно быть в сердце человека. То есть любовь должна занять сердце человека ко всем людям. И нисколько даже гнева никакого, будь то священный гнев, или какой гнев, никакого гнева не должно быть в сердце человека. Это очевидно. Так оно и должно быть. И сказано Иисусом Христом, возлюби врага своего, не протився с Богом. А какие враги наши безбожники, или как вы их называете, это еще надо разобраться, с Богом или без Бога. Они распинают Христа, но они не без Бога. И из проповеди отца Дмитрия можно услышать, что они распинают Христа, но они не безбожники. Если бы они были безбожники, то это свойственно было бы им. Сердце жестокое в них. И они не болели бы сердечно-сосудистыми, заболеваниями, которыми все повально болеют. Значит, у них сердце-то мягкое, значит, они распинают его, значит, и они носят кого распинают, значит, отношение к ним совершенно другое. Неужели к язычникам, безбожникам было такое отношение 2000 лет назад, когда Господь пришел? Времена-то разные. Имеет человек возраст подростковый и взрослый. Это в средние века, значит, выходили люди с кинжалами, ходили постоянно в храмах, много было. Да, пожалуйста, есть свидетельство летописцев, есть свидетельство писателей. Какая жестокость была в сердцах людей. А храмов много было. А где Бог жил? Он в храмах Бог жил. А когда Бог вселился в человека? Сейчас в России, посмотрите, когда Бог вселился в человека, сколько поколений наши предки Бога принимали внутрь в храме, и Он не воплотился в человека, так и остался. Этого быть не может. Мы видим 19 век развития творчества, любви и прочих искусств. Это что? Не Дух Божий в человеке? Это Дух Божий. А сейчас он распинается. Это Дух Божий и в человеке. Это Дух Божий в человеке. Распинается, идет разврат. Распинается любовь по закону, падает по причине беззакония, охлаждается любовь в человеке. Он ищет и находит закон этот. И вот вы к ветхому закону и тянете. Например, фармазоны тоже туда же идут. Они тоже хотят под ветхий закон подвести людей и антихность. И вы тоже одеваете в неудобносимый закон людей, совмещая благодать и закон. А одно только надо, ведь Бога в сердце иметь надо. Достоевский говорил, богоносец русский народ, то есть Бога носит в сердце. Любовь не гнев, а любовь. А вы такую четкую грань разделили, что совершенно не чувствуете времени. Что было в прошлые времена? В античных, какой человек был? Варварские времена человек какой был? Да он с женой своей, как кончилась зима, переспал, дети наплодили, жену вывел, зарезал, закопал, ребенка головой об стол, закопал и пошел с братьями-казаками грабить. Вот такое время еще было. Все эти нравы смягчились, сердце смягчилось. Совесть это закон Божий, закон ветхозаветний вошел в совесть. И тут и благодать, и все. Как так не понимать этого? Мы сейчас находимся в таком периоде, и пророчество говорит, и забью на всякую свою благодать в последнее время. Даже посмотреть на маленьких ребятишек, как рисуют, как, посмотрите. Как, посмотрите. И как древние люди рисовали, посмотришь, но они взрослые рисовали так, а сейчас дети рисуют так. Это же видно, что Дух Божий вселяется, но распинается он одновременно. И такое отношение к миру совершенно неприемлемо. Православная церковь так не учит, и отец Дмитрий не учит, ни отец Авросий, я не знаю какого мнения, и романах Игнатий, но он, по-моему, по духу то же самое. Отец Павел из Ханта, отец Иоанн, несколько вот я ознакомился, и это очевидно, что так. Это более сложно. А не как вы так категорично говорите, и все такое, какие законы оставляете для людей, неудобоносимые. Да по вашему лицу видно, что вы застарились раньше времени, что вы с трудом таким вытягиваете все это, с таким очень упорным трудом, что вы становитесь нервными, раздражительными раньше времени, потому что сливаете два несовместимых законы любовь. А они не сходятся никак, и вам трудно, и жене вашей трудно. Я так вот догадываюсь, что трудно это совмести, тяжко и игорь, а одно надо любовь. Там что сказано, что даже пойдешь на костер, сожжет свое тело, даже все умение, свое знание будешь иметь. Ну, полностью все тайны будешь знать, все тайны беззакония, все знать о любви не имеешь, ничто напрасно. Потому что Бог есть любовь, любовь в сердце, посели и все. Это самый основной стержень. Вот его поймай и все, больше ничего тебе не надо и спасешься. И один страх только должен быть, чтобы не потерять эту любовь, как бы не потерять любовь к ближнему. Такую любовь, как он говорит, вот иконка, посмотрите, Господь говорит, возлюбите друг друга, как я возлюбил вас, написано, любите. А как он возлюбил нас? Он пошел на крест, за людей пошел на крест, за грешных, сидел с грешниками. Парисеи подошли, что ты с грешниками сидишь, говорят, да кто же имеет нужду во врачей, не больные ли? Да если мы Бога в себе носим, если любовь к людям имеем, то мы должны, наверное, идти к ним, а не шарахаться от них, как одних из зверей. Они сейчас измучены, они распинают себе христа, больные люди, психически сердечные. А мы их еще озлобляем. Я сам пришел к вам с небертония от всей этой передрязги в мирок. А вы постоянно ставите такие условия, что действительно трудно выполнить, раздражаясь постоянно. Так как же это любить-то? Несовместимость. Так как же это любовь-то? Несовместимость. Это даже чутьем несовместимо. Я проехал с вами месяц, потом приехал, заболел, физически заболел, от тягости такой душевной. Что-то тут не то заболел. Вот отец сам в росте приехал, я помолился Богу. Думаю, господи, да пошли ты мне облегчение какое. А отец сам в росте, ну это совершенно другое существо. Это ангел во платье смиренный. Да смириться перед таким одна благодать. Я его полюбил, он мне напомнил, что я потерял. Почему я Бога искал? Я потерял любовь к людям, я имел эту любовь, но я потерял ее, ожесточился. Так ожесточился, что мне весь свет немил. Я же мог уничтожить всех людей ради себя только. Поэтому я тосковал и начал искать Бога. Нашел и Бог-то есть любовь. А Бог-то есть любовь. А у вас такое категоричное отношение, что вы... Что вы... Побойтесь Бога. Что вы делаете? Какое отношение к безбожникам? Да безбожники ли они? Посмотрите, Игнатий Лавкин. Ты уже на тот круг третий раз поворачиваешь. Владимир Лыбовский. Что-то непонятное, говорит Игнатий Лавкин. Потом еще договоришь, когда дадут слово. Тебя ни в едином слове не прервали. Научись в первую очередь, если у тебя есть любовь, сидеть спокойно, когда разговаривают другие. Потому что Дух Божий ведет тебя спокойно. Дух пророческий повинуется пророкам, а у тебя он не повинуется. Вот ты уже показал какой-то Дух. Значит, нужно очень внимательно на это смотреть. И ты не увидел, что отец Амбросий сказал мне другое, глядя на вас. Никакой строгости у вас нет. Он как раз и повелел мне ужесточить непослушного отношения. У вас психика не выдерживает ни единого слова замечания. Где ваше отношение к Богу? Когда Господь призвал нас полному отречению от всего, завалился мирскими книгами. Ты вчера еще только из мира пришел. И жидовские книги выискиваешь. Шитико Валентина Афанасьевна. Для меня это, конечно, необычная трактовка любви, Володя. Может быть, это еще поверхностное такое отношение к любви, не пережитое. Получил какое-то влечение сам в себе и понял, что он уже, может быть, постит любовь. На самом деле это обольщение, я так считаю, потому что мы знаем, что апостол любви, и выше его, наверное, никто и не постит любви. Но он, однако же, называет людей безбожниками, тех, кто в мире, потому что дружба с миром есть вражда против Бога. Эфи Тианам 2.12. Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. А то, что в сердце человека заложено Богом и доброе, но сам человек избирает худое, это мы знаем, и Дух Божий трудится в сердцах, а иначе вы люди не прощали. Христос говорит, Иоанна 3.19. Сужды состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые, кавычки закрыты. Если мы оправдываем мир, то мы тоже участвуем тетьми и распинаем Христа, тогда уже жертвы загреть не остается. Просто брату нужно углубиться в Писании и так не рассматривать поверхность читаемого, потому что я уже на протяжении многих лет все это испытываю, и борьба была очень сильная. Я ходила и в сектанство дала, дал с воду брат, он на меня не накладывал эти узы, но я сама была наполнена столько всякими заблуждениями, настолько был изразвращен разум, никакого я покоясь не находила, ни в сердце, ни в разуме. Я думала, что я не вынесу физически даже этой нагрузки, потому что приходилось видеть всякие сердца, и такая бурная информация давалась здесь и везде, и я думала, Господи, пусть даже разум ты мне отнимешь, но только лишь бы мне не заблудиться. Я так боялась, так сильно переживала это, естественно, потому что по мере этих страхов душа очищается и разум очищается. Приходит потом все в покой, когда работаешь с собой. А как сразу исполниться любви без борьбы? Я этого не понимаю. Это только может быть свойственно людям, которые приходят по Христу, будучи воспитанны при святости. А я пришла из большого блуда, из великого, так что мне было очень трудно. Мне вообще труден этот путь о становлении души. Тем более православное учение, оно совокупно совершен. Это самое совершенное учение, и без строгости нельзя. Не даром Господь говорит, вина и лея не повреждай. И теперь только начинают слова доходить, вижу вплотную, что значит виной и лей. Люди многие неправильно пользуются, вливают только лей, может быть, но они просто выглядят добренькими в глазах людей. А когда посмотришь, что работа-то никакой, ведь не производят над душами. Так же мучаются. Вот я посмотрю на православных некоторых священников, они очень добрые, просто можно сказать по-женски добрые. Ну а души-то стинают. Я вижу, что нет возрождения, нет видения о Боге, как должно, нет следности по Боге, как должно. Он говорит сказки, как будто он чужой людям совершенно, не пережитая в его сердце, в разуме. А что вы говорите в Амбросии, Амбросии, что это ангел воплотит, я как раз таки этого не думаю. Он в очень тяжелом состоянии, у него очень большие искушения, ему очень много нужно над собой работать, и это его любовь. Может быть, сильно много делее, но мало вина. И он, этот рубеж, когда-то должен перейти, и подняться, и понять, как правильно работать над душами. Это мое мнение. Мне очень хотелось бы подчеркнуть то, что значит православное понимание. Сказать, что Христос – это премудрость, а премудрость основывается на страхе Божьем. Об этом сказано в Библии. Иов 28, 28. Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разума. Нельзя перепрыгивать через несколько ступенек. Да, высшее понятие, конечно, во взаимоотношении с Богом – это любовь. Но если человек не приобрел страха Божия, не прошел через этот страх, не убоялся Бога, и это видно в том, что он не может казнить своего проступка, значит, не было у него этого страха, как он может стяжать любовь. Именно любовь, как высшее проявление отношения Бога и человека, вмещает в себе этот страх, то есть возможность не обидеть своего отца. И тут взаимоотношение с Богом полностью через полное послушание Слово Его, а полное послушание через страх. Православное понимание, мне кажется, в большей степени основывается вот на этом, то есть на страхе. Валентина Шитикова. Ну вот здесь говорится о любви. Я с этим согласна, но без страха никак невозможно пройти без страха к Богу. Салтисту 10.10. Начало мудрости страха Господня, разум верный у всех исполняющих заповедей его. Примудрость 1.7. Начало мудрости страха Господня и во всем, и во все времена, особенно в православии у нас в первую очередь это было видно из послушания и смирения. Если мы этого тоже не пройдем, то и не будет в нас и любви должной, потому что столько приходилось беседовать, особенно с сектантами, но у них в большей части как-то нет этого, а сразу надо исполниться Духом Святым. А святых отцов читаешь в православии, сначала перейти этап послушания, смирения, самоотверженности, стяжания Духа Святого. Но все, конечно же, это начало страха Божия. Если мы эти ступеньки не пройдем, то, конечно, как можем мы просить больше? Ведь это по-сектантски получается дай нам, дай нам Духа Святого исполни нас Духом Святым, а сердце еще не должно. Мы должны здесь в первую очередь вникнуть в себя, потому что все мы пришедшие из мира из этого действительно греховного блуда, мы должны как должно продумать эту свою вину и быть в послушании, в покорности, в смирении. Потом Господь уже знает, кого как исполнить Духом Святым и любовью. Библия в этом читает, что Он знает, кому и как распределять дары. И потом здесь еще и видится, говорит о законе, что Игнатий здесь больше всего пользуется Ветхим Заветом. Я этого как раз не нахожу у него. Он как раз Новым Заветом большей частью руководствуется. Но и, конечно, Ветхий Завет нельзя нам выбрасывать не на законе, а на благодати. И Он старается подготовить нас к тому, чтобы мы были освобождены от лишнего. То, что мы не можем сами пройти. Он самый короткий путь нам указывает, потому что много ошибок было. Он хочет от человека добиться сразу полезного, чтобы человек не блуждал далеко, а сразу шел прямым путем. Именно так, именно как указывает православный путь. И не по-сектантскому, а по православному, как учат Святые Отцы. И если это нужно хорошо узнать, надо читать и это добротолюбие. И мы, читая эти книги Святых Отцов, видим, что мы вовсе как бы и не начинали еще пусть правильно, как можно рассудить. А что в нас, как Володе высказывается, это было тяжело ему, это переломный период, эта духовная война идет. Это естественно, поэтому мы должны не винить человека в этом, что к вам строго отнеслись, как-то не так. Как бы мы того хотели бы, но надо проверить себя, скорее всего, вникнуть во все это, побыть наедине с Господом и руководствуясь Евангелием, и читая святых Отцов. Конечно, нагрузка большая. И то, что Игнатий относится так строго, надо полагать, не каждый это выдержит. Не каждый это выдержит. И мы тому только, а мы потому только не можем выдержать, что мы не можем смириться как должно. У нас еще вунтует себе любие, гордость, надменность, то, от чего мы еще не освободились. Конечно, это нам тяжело. И этапы эти пройти нам очень трудно без куста, поэтому нужно уменно молиться, переживешь. Это действительно муки рождения каждого, если он увидел, что человек обращается к Богу, и вдруг он уходит в сторону. Это разве не переживание? Сколько он работает над каждой душой? Кто это видит? А каждая душа у нее половину здоровья вносит. А этого никто не видит, только видит, что, мол, и гнев, и все у него проявляется. А гнев-то какой? Ведь не написано, что не гневайтесь. Написано, что ты 4-5 гневаясь, не согрешаете, размышьтесь в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Эфесянам 4-26 «Гневаясь, не согрешаете, солнце, да не зайдет, да не зайдет во гневе вашем». А у него-то гнев не то, чтобы со злостью какой-то или вред человеку принести, наоборот, приносит пользу, вытащить человека из этой заразы, в которую он заходит, освободить его, помочь ему. Это работа не то, что вот человек один с собой занимается, а это работа над душами. Не так-то легко это все дается, это нужно все в голове держать, мирской, религиозной, противосептантской и правильно дать ответы на все вопросы. А вы, я чувствую, правильно еще ни разу не отвечали на все вопросы. Я вот слышала, как вы начинаете с безбожниками беседовать далеко не так, как должность не беседовать. Конечно, любовь мы должны проявить человеку, безусловно, и он за это и стоит, но только не участвовать в их делах. Разница в чем должна быть? В том, что средствовать нужно с любовью, с протостью, чтобы они пришли. И в этом наша обязанность. Инатий Лавкин, мы сейчас будем говорить по пять минут, чтобы времени хватило. Касаясь Володиного запрещенного приема беседей и в полемике употребляли его миссионеры, когда беседовали с сектантами, делали личный выпад. Удивительно, что говоря о любви, ты скатился сразу до этого, то есть абсолютно бесконтрольно рассуждаешь. Внешний вид весьма обманчив. Это раз. И Библия многократно говорит, Иоанна 7,24, не судите по наружности, не судите с другом правильным. Библия о том предупреждает многократно. Куда ты залез? Значит, действительно, ничего не можешь найти, если бросаешься на то, что никак не может быть доказательством. Да в нем, в самом кресте, Исаии 53,2, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Обезображен пачи всех, сынов человеческих. Ты бы сказал точно так же. Как человек быстрее может достигнуть Господа? Спать долго или мало? Если в тебе любовь Божия, и ты достиг совершенства, то даже во время тех восьми дней, что мы пробовали в Москве, когда Господь многих поднимал вместе на молитву, я видел это. Я, ты это видел. Почему-то тебя я так и ни разу не увидел. На ночной молитве вставали мы рано в шестом часу, а другие вставали в четыре часа ночью. Ну почему же тебя Дух Божий ни разу то здесь не поднял? Как бы ни было тяжело, но если бы ты почитал житие святых, то увидел бы, как они уходили, какие надевали велики, как упоминали, как упоминали за того. Все это под законом, по Володиному мнению. Вот он, дух сектанства, ощетинившийся, злобный против всего святого, выходит, выкапывая пещеру отдельно, подрывая здоровье, как златоуст, и возвращается. Афанасий Великий уходит и там из пещеры разражается такими письмами, которые потрясают всю Вселенную. Что делают первые христиане? Что они налагают на себя? Ни один никуда не удалялся. Сколько гнева было вылито на них, но взамен была одна любовь. А в чем эта любовь выражалась? Часто в словах неласковых. Я вспоминаю апостола Павла, каким гневом блестели его глаза. Объясняю это место, Иоанн Златовус говорит, что такое похоть? То есть зло или не зло? Он говорит, зло и не зло. То есть, сама похоть – это зло, а в человеке заложено на продолжение рода. Но как ты сие употребишь? Можешь полностью тебя смирить, и есть, оскопил себя, а дано для продолжения рода. Другой может распустить себя так, не знает никакой меры. Точно так и гнев. Гнев у человека должен быть праведный на неправду. Апостол Павел сказал Беянин 13.10. О, исполненный всякого коварства, всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, ты не станешь ли ты совращать прямых путей Господних? Павел разве прогрет, небо не знал? Не любите мира, не того, что в мире. Как тебя этот дух глуда уже сейчас ворочает? Надо любить этот мир. Удивительное, чем у отступников все связано. Эти трое, забыть сказать, все трое сразу же сбрили бороды. По внешнему виду ты это показать должен, если ты только не отстанешь от этого зла. Здесь ты стал разделять законы благодать. Закон это ветхозаветный агнец. А десяти слове осталось в стиле. Нигде Бог его не отменял, пришел не нарушить, но исполнит. Ветхий завет 40 дней женщина нечистая, а у нас соблюдается дар. Ты еще с православием даже рядом не стоял. Все у нас ветхозаветное служение только в новозаветней упаковке. То есть вот святая святых и разделение, и образа оттуда идут, и надписи, и позвонки, и формы священной одежды, как называются подрясники. И как называются подрясники. И нам говорить, что нам ветхий завет не нужен, совершенно не знать, о чем говорить. Библия вся в современном понимании должна быть только так, как понимали святые отцы. Это два крыла. Далеко на одном крыле птица не улетит, будет только ковылять и крутиться на месте. С одним веслом и водка не плывет. Дал два динария самарин гостинику, два динария это ветхий и новый завет. Таково толкование. Всюду везде припаясан золотым поясом к сердцам в Откровении Христос. Это означает символ любви ветхого и нового завета. У Златоуста не менее тридцати проповедей о единстве ветхого и нового завета. И ни одна строчка оттуда не выброшена, но только поднята на ту высоту, до которой угодно было Господу Богу. Она больше будет поднята в небе без оплата и венула. Значит, ветхий завет этот друг для него оказалась старая заплата. Да здесь говорится о ветхой природе человека. Во что вы вливаете? Это слова Ксении Степановны. Что значит не заниматься Словом Божьим? Почему ты пошел по поводу на поводу там легких сектанцами, исполнение постов, никаких гений, ничего не нужно? Но как же устал, истомился инфаркт. Теперь в настоящее время посмотрите, что дети рисуют. Да никогда не был человек таким порочен, как сейчас. Да был только один Содомский грех, сейчас тысячи грехов обуяют детей. Заполнена страна концентрационными лагерями. Посмотри вокруг только одного Новосибирска 11 детских колоний. О чем ты рассуждаешь? Чего ты на пустом месте тут паутину сплетаешь, тысяча дети стали лучше, лучше стали люди. Любить надо этот мир. Ты один раз полюбил мир, еще недостаточно. Снова Сатана прикладывает тебе слово любовь. Но куда? К миру любовь в том, чтобы выйти свидетельствовать и положить жизнь на это, за это, но не участвовать с ними в их злых делах, христиан, на 5.11 не участвуйте в бесплодных делах мы, но и обличайте. Обличайте, всюду будут враги, посылает их, как овец среди волков. Какую любовь оказал к волкам? Посмотри, как он их возлюбил. Бог проливает дожди на праведных и на неправедных. Идите и вы проявляйте любовь, но в чем свидетельство любви? Господь вложил человека в мир, но как им воспользоваться? Теперь говоришь, другие времена, веления времени, но в этом ложь. Библия осталась та же, ибо у Бога нет времени. Бог не времени. Были где жестокие с преднего века, а 20 век не жестокий, ничего не говори. Где Бог был в России? А вот так же играли с любовью с безбожниками, с народовольцами, с революционерами. Нравы смягчились сегодня. Да какое только, да такое только по пьянке можно сказать, что нравы смягчились. Тебя накажет Бог в самое короткое время за эти слова этими же людьми. И ты не можешь уйти уже без наказания жизни. Бог тебе должен засвидеть, что здесь твое обращение ума. Сколько лжи ты сейчас уже высказал? В последнее время в полночь раздастся крик, клевелы растут. Тебе кажется, что ничего худого нет. Все говоришь вопреки священного писания нужно поймать тебе любовь. Какое выражение нашел? Любовь начал ловить. Поймаешь блудницу под Бог. Так и было до прихода к нам олюбить, а любовь не поймаешь. Увидел отца Амбросия с любовью, думая, что никто так поносить отца в росте не будет, как ты. Мы этих любящих видели возле священников, когда образ криста растилается. И вот особая теплота, благодать покатилась по нему. Слышали и видели такое еще в блуд не впал священник. А рядом оказавшийся первый начинает поносить норизой любви уже тогда не прикрывая тени. Предупреждаю не прилепляйтесь прежде времени омолить за него. Предупреждаю не прилепляйся прежде времени омолить за него, чтобы он не впал в это искушение. Он уезжая сказал мне такие слова не знаю отцы получили ли вы от меня пользу, но уж я-то наверняка от вас получил. Слышал такие слова вот так пожалуйста. ВД другие слова слышал он также сказал как бы спасая других самому не остаться не спасенным. И еще сказал надо неделю пожить присмотреться чтобы вышибеть все до конца. да я и не хотел сказать о самом основном да я и хотел сказать о самом основном что для спасения самое основное это есть любовь найти любовь полюбить людей полюбить всех грязных пьяниц всех любить самое основное ну и все что же тут непонятно а у вас я скажу вот такое дело у меня есть такие опасения я читал о фектантах об изуверах вот у них из-за ревности рождается страх страх истребляет любовь поэтому в священном писании написано что любовь и страх несовместимы а страх поселяется в сердце ревностный гнев у вас есть вы и сами свидетельте что у вас дальше развитие спасения как вы говорите что с продвижением спасения страх увеличится страх но тут же у вас есть ревность ясно что гнев неспокойствие сердечное усилится страх ну и в конце концов по литературе сочетать у Мельникова Печорского там есть рассказ о зверх развитие этой болезни дальше идет таким образом что можно безо в конце концов увидеть воочий ужас загадясь всяких людей в конце концов подполье дальше сравнение от мира сильнее потому что мы уже на правильном пути а все остальные не на правильном пути и дальше и дальше и дальше а то что вы отцепились от церкви это видно потому что у вас нету покушания нету человека перед тем вы смирились постоянно чтобы выполняли его послушание полностью вы считаете себя своим путем пришедшим полностью самостоятельным человеком и нету вас такого смирения аналогично если я считаю вас отцом своим то я могу заимствовать то же самое глядя на вас если и вы своего отца не послушаетесь тем более такое вызывающее поведение было в Москве и из-за стола встали и ушли это же его дети духовные пришли ваши братья если вы считаете его своим духовным отцом но они ваши братья так встали и ушли и просто мне было неловко а Игорь вышел за стола догнал вас хотел давай Игнати поцелуйся с тобой мы не стали с ним даже ничего и Христос с Иудой поцеловался с Богом вы ходите или без Бога как понять но явная слепка ветхозаветного с новозаветным все у вас в голове перемешивается память у вас отлично все это прекрасно видимо знание надмевает без любви ничего не будет видно что гордость вас а гордость любовь противится гордости вот такое у меня мнение я от чистого сердца говорю вот все что думаю смиритесь перед отцом Дмитрием потому что вы такие рамки ставите потому что он мне литературой посоветовал заниматься отец Дмитрий а вы говорите уничтожь все книги и прочее творчество свернуться возле Библии сидите все а потом давайте молиться будем целыми днями ночами дальше больше свернемся настолько что в погреб залезем в ужасе и в страхе потому что любви если нету в сердце то несомненно будет расти ужас ужас страх и все прочее это вопновенное явление угнать и ларкин хорошо в первую очередь ты снова заговорил о любви и страхе разделяешь это говорит о полном незнании священого писания тебе было сейчас плутовать в словах а сразу начинать чем закончил что вокруг Библии только будем молиться вот это оказывается главное а все остальное как раз и обнаружилось Сатана Рогаи показал тут самое то главное что зачем тебе вокруг то бегать сразу бы сказал я не хочу сидеть за Библией не хочу молиться а все остальное что ты прилепил тут оно ни на чем не основано внешне смотришь так у меня еще и штабных заплат надо на это еще посмотреть питаемся не на 60 рублей месяц на 10 до конца уже все отбирай сразу корень то вот основной где что нет у тебя любви а есть трескотня любви надменная не этим словом любовь любить Бога значит полюбить его вечное слово вот для этого то все остальное должно быть уничтожено и остается только Библия отец Дмитрий Дудко тебя благословил на чтении беской пустяшной литературы а я тебя не благословляю если ты добровольно желаешь значит поступаешь к нему в послушание ты должен это заявить снять с меня ответственность потому что на суде Божем я буду отвечать за тебя я тебе ставлю ранки еще более ужесточенные вообще ни одной книги кроме Библии за Тауста теперь страх будет увеличиваться а у тебя страха никакого нет увеличиваться и нечему потому и страха у тебя нет потому что багажа никакого нет и Анна Тауста говорит когда страх увеличится когда в пристань входит нагруженный корабль значит тебе нечего Микину эту беречь когда золото накопишь у себя будет смирение послушание будешь трудиться над какими-то душами когда ты узнаешь что это такое тогда ты узнаешь что это такое ты над собой не трудился еще дня и не над одной душой еще не знаешь такого труда поэтому у тебя и никакого страха нет подпрыгивай посмеивайся можешь и гармошку в руки взять очень легкое спасение хочешь найти православное учение оно располковано святыми отцами и святым собором и 986 правил кающих карающих человека тебе ни одно не нужно значит все соборы были не под благодать у Ксения Степановна ее учения вот эта благодать мы с ней будем говорить об этом учении и хитро так интересно никогда она лично не противостала сама за все время ни разу а в тебе нашла благодатную почву то есть демон так видимо и сидел в тебе хоть ты и отрекался к нему Библия не нравится и молитва не нравится смотри к чему Игнатий призвал а теперь куда это в подполье нужно но это ты придумал как раз уж мне этого никто в упрек не ставил и я всегда зову для свидетельства в поездах и всюду то что рядом ты стоял и неудачно начал свидетельствовать ты не хочешь чтобы кто-то тебя учил то есть ты сейчас выходишь с повинения явно ставишь мне это условие что я должен отца Дмитрия слушаться хотя в чем неизвестно ничего нет тогда и ты будешь меня слушаться понятно какие условия какую дерзость сатаминскую ты набрал сейчас как сын и говоришь о любви у тебя уже разум разратился он блудный и ты этого не видишь Игорь подцепился на Игоря зачем то есть нечего тебе больше сказать какой такой Игорь это один из философов вокруг отца Дмитрия ты видел его знаешь кто такой Игорь сколько он мутит там он не дает Библию в руки взять у отца Дмитрия все годы ни разу на столе появилась Евангелие запрет отца Дмитрия был мне не приводить места из Библии сам по себе запрет говоришь слишком со многим но ведь он дал всего лишь на два месяца мне такое дерзкое пред Богом послушание он понимал что дальше будет видно пойдет совсем не то отец Дмитрий потерпел страшную катастрофу на весь мир за последние 20 столетия подобного падения ни одного священника может быть и не было и он говорит как и святые говорят что некоторые провоняли после смерти а он при жизни это его личные слова и брать сейчас пример его падение как он понимает как он сам о себе говорит нет здесь слишком глубоко и другое еще было а сколько мне приходилось говорить что его дело показывает как оно действительно выглядело и он при мне сказал вот матушка только действительно чистая душа меня могла так понять первой кто мне разъяснил то что со мной было я скажу что это я умом достиг в тюрьме потому что и на мне прокатилась теперь у тебя сразу промелькнуло что все что ты говоришь говоришь только от чистого сердца ты свидетельствую о своем сердце свидетельство твою ложь на небе будет свидетельство о наших сердцах только святанты говорят говорю от чистого сердца а толкуешь о православии ты в православии еще даже и не зашел ты только в церковь пошел а православного еще ничего не узнал ты почитай об отшельниках о святом Макаре об Антоне Златоуз говорит много о них подобных говорит святых не было ни в одном течении ни в одной технии ни в одной церкви изуверы значит то что я вот вам даю изуверство но у этого изуверства ты находил покой находил кровь и я вот пока у тебя еще не вижу ничего и не знаю найду или нет в дальнейшем то есть чтобы ты подобный эквивалент то есть чтобы был подобный эквивалент ты должен хотя бы быть таким как я примерно но я-то тебя не назвал изувером представь тебе какая у тебя любовь отсюда Дмитрию этих слов я никогда не говорил сколько же в тебе эта мерзость есть вылилась сейчас сразу я тебе все заранее говорю что произошло я тебе все заранее говорю что прощаю и это отсюда вывод что не зря значит по отношению тебя насторожило настораживало нечто все время свое любопытство об архипелаге Булак ты провокационно все время лес вызнавал ответили что такой книги у нас нет радучить подходил со всех сторон вы спрашивали у кого есть архипелаг нас как убийство так не трясли как ты что это за странное такое любопытство тебе ответили что у нас его нет то есть у нас это запретная тема там Бог и мы этого не касаемся среди нас нет проходит два дня снова подходишь с другой стороны ко мне подходят люди спрашивают что это за человек с тобой ты нас вводил в грех и в соблазн с таким поведением дальше странное любопытство которое ты сосал на месте а ты все время спрашивай о том кто приехал откуда сколько здесь времени будет тебя страшно эти вопросы интересовали это не христианские вопросы даже тайны когда мы дома разговаривали домашние вопросы о свадьбе решали как это было Надежда Васильевна он в другой комнате находился знаете лапки несколько раз было нужно было выйти не когда-то а именно здесь в этот момент только двери открываем ты опять здесь у дверей стоишь понимаешь это как звенья одной цепи были я должен был отвечать перед людьми что ты за человек но человек которого мы мало знаем но человек пришел и такие странности конечно упорство хохлатское но думаем что будет ломлено в дальнейшем а оказывается с каким трудом ты все это нес я должен был взять тебя что и что показать приоткрыться показать мое дружеское отношение к тебе ты увидел на тебя еще ничего не наложили а ты уже восстанал инфаркты и миокарды у тебя какие-то появились страшная усталость это говорит о том что ты и не думал подвязаться путем кустовым христос это та самая удочка на которую ты попался весь мир очень широк Володенька но нигде ты не услышал столько о православии и тебе никогда так и не было сказано что что бы привело бы тебя в церковь и к святому водному крещению Бог свидетель перед тобой что весь мир твоей любовью весь твой такой хороший мир где христиан много тебя к Иисусу не привел но вот Богу так угодно было чтобы ни один человек к тебе не подошел ни на вокзале ни в поезде и никто тебя не принял в дом вот было же Богу так угодно что изувер тебя Франк Масон так и взял и принял удивительное дело вот как Бог делает самими фактами сам своим языком поведением улыбкой обречаешь тебя из-за стола я ушел это тоже ложь у меня сохранилась у меня запись сохранилась что отец Димитрий мне не дал даже по слову сказать а мы на часы уже смотрели в этот день мы уезжали и ты знаешь куда нам было нужно заехать мы едва едва даже успели в машину а ты сейчас здесь бессовестно это вывернул сюда я встал я ушел а я еще вернулся и он трижды меня благословил он сказал я тебя благословил и снова зашел и говорю простите мне сказали что вы имеете что-то на меня отец Димитрий говорит ты простился никто ничего не имеет и все радостные такие это ты гнусную ложь излил у меня есть ведь зачем тебе к этому прибегать представь себе что тебя взяли в поездку там тебя держали в своих домах ты был с неведомыми тебе людьми и такое чувство неблагодарности у тебя откуда это все это все Дух Святой зачем ты приписываешь Духу Святому то что от сатаны по крайней мере чувство благодарности хотя бы элементарнейшее в тебе должно было быть мы тебя приняли привели по родственникам везде ты пил ел тебя кормили я не утаял от тебя ничего что ты получил ты до самой смерти не забудешь как же над тобой после всего этого сатана подсмеялся для тебя сегодня рубеж через который ты если перейдешь возвращаться будешь только на четвереньках выходя из моего дома порог переступишь обратно только на коленях я хочу снова благодарности вам выразить за то что я узнал от вас то что я пришел из мира к вам то какую информацию я получил что истину православную понял через вас и столько много информации столько много познал через вас в поездке с вами участвовал я обязан вам многим на всю жизнь обязан я выражаю слова благодарности вам именно вы меня смирили козла непутевого можно сказать с гордостью пришедшего к вам вы меня смирили и я понял потом через вас очень многое то что вот сейчас я высказал это благодаря вам я понял пришел к этому поэтому я высказываю извините меня пожалуйста может я где-то действительно не так сказал не учел что может быть действительно другие мотивы были уйти отца Дмитрия Дмитрий у вас Игнатий Лавкин нет и это не так сразу остановись не продолжай эту неправду говорить я не ушел ибо у нас особые отношения два брата только и всего но и у него люди и он здесь он только постоянно подчеркивает свое священство и ты не можешь становиться на эту доску когда у тебя будет столько людей в разных городах которые по милости Божией по благословению архиерея считают не духовным отцом когда ты поймешь на какой доске мы с отцом Дмитрием мы одновременно с ним испытали то что ты еще не испытал я от него не ушел он только сказал ты не уходишь я говорю нет ВД я просто выразил свое мнение возможно оно ошибочное Игнатий Лавкин не надо возможно скажу ложное ВД но вы сами признаете что послушания полного у вас как и Дмитрию нет Игнатий Лавкин он и не требует такого послушания и быть не может потому что разный подход совсем разная обстановка это его слова и ты же не будешь настаивать на том что у него вот это есть что значит Златоуш что значит что город а у нас такого Иерала Аша не будет у нас Библия на столе во всех беседах участвовал хоть раз было чтобы у нас Библии не было на столе все так а посмотри что у них и как соблюдается пришла на крашеное пообедала и ушла где было я спрашиваю матушке она говорит они приходят только вкусно кашу поесть правильно Игнатий а у женатого отца Дмитрия лучше про это узнает я говорю как вы устали она говорит правильно Игнатий скажи вот ему отцу Дмитрию скажи если бы Коля Шевченко не спал то и это уже записано было бы но у меня рядом Коля и другие были значит это все видно а рядом сидит Миша Гордеев Миша который все время там бывает все это видит он говорит какого сброда не бывает только кто что не говорит но только не по писанию не по святым отцам расклябанность такая Игоря целовать я говорю ему рожу прелюбодейную не хочу целовать когда образ Божий будешь носить не будешь бриться стоит рядом женщина я говорю это жена его нет а вот он ее наглаживает по спине по грудям и тут же все ходят тебе это нужно поезжай там много у него невест но у нас этого не будет вот она здесь вышла замуж я ее берег она приехала с одним женихом была здесь родители благословили но он отсюда таки улетел два диплома человек имеет я не дипломы искал она пусть уйдет в разврат но только не из моего дома и не от меня если она придет к Богу то здесь я предложу все силы буду стараться я сам человек не счистый с нечистыми мыслями но желаю чтобы было целобудовее везде ВД вот вы говорите что там у отца Дмитрия такое общество и перечисляли но ведь Господь то среди мытарей и грешников возлежал и пил и ел с ними ведь он пришел так больным а не к здоровым а ведь если Господь с отцом Дмитрием то он так и поступает по-божески Игнатий Ларкин дальше не говори а смотри Валя Шитиков он пришел к израильскому народу к верующим и сказал вот они дети дьявола Игнатий Ларкин что ты ищешь скажи среди этих людей которые не ходят к Богу не хотят Богу посвятить жизнь это игра христианства не отец Дмитрия Дудко должен у тебя быть ты увидел тебе понравилось могу дать отправительное письмо чтобы принял тебя в духовное чадо когда уезжал грабить народ воровать начал душе 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 наблюдать чтобы кто не лишился благодати Божией чтобы какой горький корень возникнул не причинил вреда чтобы им не стремились многие ВД я смеюсь когда я смотрю на вас вы такой вид имеете прямо такой страшный вид понимаете глаза у вас горят таким огнем каким-то ну далеким от тепла от любви от всего остального от расположенности Игнатий Ларкин скажи от понимания твоего добавляйте слова ВД а вот у меня боязни это нету такой ну чего мне бы вас бояться Игнатий Тихонович не боишься вот почему и не боишься у тебя нет страха нет разделения где живой где мертвый где бог где дьявол где мир где церковь у тебя нет разделения потому ты не боишься ты хочешь одним глазам на небо смотреть ты хочешь одним глазом на небо смотреть а другим на землю не будет этого не играй в христианство если ты решил спасаться спасайся облудными колокольчиками не забавляйся ты сейчас стоишь на тропасти а я и не боюсь посмеиваясь ты показываешь сумасшествие свое тебе надо плакать и рыдать что ты так быстро пал у тебя полное падение совершилось и вывернуться на прежнее место тебе с чего ты начал сейчас очень трудно будет потому что ты сейчас хочешь создать религию плоти и всеобщей любви гуру которая там есть у Махараджи общая любовь еще тебе надо это открыть последняя осталась ступень Марка 8.38 ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодеянным и грешным того постыдится и сын человеческий когда придет в славе отца своего со святыми ангелами откровение 18.4 услышал я иной голос небоговорящий выйди от нее народ мой чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвернуться язвам ее во второе коринфянам 6.17 и потому выйдите следы и отделитесь говорит Господь и не прикасайтесь к нечистому и я приму вас Лука 13.5 нет говорю вам но если не покаетесь те также погибнете порождение хинины змеи скрипые вожди каким огнем сверкали очи смехом хочешь играть у отца Димитрия много смеха и тебе это понравилось похочет как на балагане ВД ну вы знаете Игнатий что сатана все знает все умеет он и бодрствует и постится и ночами не спит у него одного любви нет и он не терпит любовь на земле одного самый корень надо найти я понял что только любовь должна быть ко всем людям я это понял я этого буду добиваться только этого Игнатий Лапкин в таком понятии ты только разврата добьешься любовь это полное отделение от мира отойти от этого мира возненавидеть все что есть в мире и поспеши всю любовь оказать кающимся грешником всюду возвестить что перед самими свиньями не бросать но перед самими свиньями не бросать жемчугу у тебя понятие любви совершенно извращенное МБ научись сначала ненавидеть а потом будешь любить вот эти два свойства качества человека существуют неразрывно если ты не умеешь ненавидеть значит ты не умеешь по-настоящему любить ВШ я хотела поделиться своим опытом как только я обратилась к Библии и мне она очень понравилась и я переживала ее сильно но чувствовала что она не находит должного отклика в моем сердце что сердце мое не готово принять это мнение духа было такое сильное я не находила себе места и покоя и стала об этом молиться просить Бога и плач о грехах Господь не давал но страх этот меня не покидал все время был страх и я не готова все люди вокруг меня друзья хочу хотя я и нахожусь между ними но они не знают мое состояние что у меня нет с Богом контакта и все-таки между нами все пропасть и все-таки между нами еще пропасть и я стала задумываться над этим и однажды сидела на работе когда работала на базе у Игнатия и в окно влетело облако такое я чувствую в мое сердце хотело вселиться но коснулось только и видимо не нашло отклика в моем сердце и это состояние меня сильно удручило я испугалась и оно это облако ушло от меня и я стала тогда тосковать как же все-таки хорошо когда такая вот благодать в сердце тишина и покой и так приятно думаю значит мне этого не хватает но я поняла что сердце завалено грехом значит в моем сердце Дух Божий поселиться не может и я стала усиленно думать как же добиться чистоты сердца потому что в Евангелии это написано блаженный чистый сердцем ибо они Бога узрят думаю я не увижу Бога если у меня сердце нечистое а как добиться этой чистоты в сердце я не понимала тогда Господь мне дает вот именно испытать этот страх и открывает понемножку меня что я значу и вы говорите что даже забиваются в колодец или в погреб да действительно у меня было такое чувство что я хотела куда-то спрятаться собачью пануру что я не достойна всего этого что я живу и пользуюсь в этом мире что сердце у меня крайне неблагодарно я совсем не умею выткнить того что мне Бог дал не времени не тех благ а я хуже собак я даже пануры этой не достойна тогда я поняла что нужно мне все-таки как-то пробиваться к Богу через эту толщу греховную и я думаю теперь я удобный момент буду искать чтобы мне взывать к Богу и однажды вечером уже никого не было на базе я встала на колени и стала взывать к нему со всей силой что было у меня я кричала к Богу поднималась снова падала кричала кричала сколько было в моих силах кричала кричала сколько было в моих силах потом почувствовала некоторое облегчение но этим все-таки не кончилось я написала тогда в блокноте у себя мир с Богом и взяла красный карандаш и перечеркнула точку точка на этом еще не поставлена и Господь побуждает меня открыть Библию обучает меня через пророка значит что я есть их когда меня Господь простит простит было написано красным то есть кровью я поняла только ценой крови я могу получить полное прощение от Бога и потом однажды еще дома у меня было такое когда я узнала что у меня ни крещения не было правильного ничего все было ложное все такое непрочное что мне все это нужно пройти снова и через страх этот что страх еще не кончился я чувствовала что сердце мое еще совершенно не очищено и однажды внутри чувствую что я сегодня умру но я стала готовиться прибрала в комнате вынесла мусор но как готовиться я я не знала еще православного ничего как читать молитвы на исход души я ведь не понимала еще тогда еще я слышала что она читать псалсиль я открыла псалсиль села и читаю и ноги на колену у меня были уже холодные я ждала я ждала час ждала два что дальше пойдет этот холод и наконец душа у меня вылетит но я не понимала тогда какой смертью я умру а Господь показал значит я читала час два не помню сколько уже псалсиль читаю а ничего не понимаю я только слышу ничего не говорю устами не плачу даже слез нету а захолодело все внутри я только слышу стон души моей как душа стонет и это даже высказать невозможно и потом в изнеможении я ложусь на кровати вижу что вся комната наполнилась енским огнем пылает вокруг меня все и такая богооставленность невозможно высказать что я совершенно потеряла Бога но нет все горит здесь в комнате я не знаю ощущала ли я мутить тело но уж души это невыразимо страшно остаться без Бога я тогда закричала господи довольна ты приплотился этот огонь когда я лежу на постели начинает у меня такое с телом и начинает у меня такое с телом вот как будто все палит меня огнем и начинается температура что ли сильно поднялась отделяться пот и как будто я лежу уже не в поту а в купеле и тоже сильные муки и страдания здесь были и слышу тогда заплакал младенец вот когда рождается ребенок и плачет я поняла что это родилась моя душа и вот если человек я считаю не перешел эти муки и страдания рождения своего я сказала про то сестре и она сказала что это наверное зависит от степени твоей вины и вины каждого человека без Бога я думаю что этот огонь должен пройти каждый человек страх и огонь значит душа будет очень медленно идти и все равно она должна через это пройти это крещение по милости Господь мне дал слава Христу ВД Миша сказал что ненавидеть надо научиться но Господь сказал вы слышали что сказал о древнем любить ближнего с собой и ненавидеть врага твоего а я говорю вам любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас молитесь забежающих и гонящих ну а это как совместить то есть вы значит ищите Бога все продолжаете искать Бога БМ а Силамскую бажню куда девать а Содом куда девать ВД это древние это ветхий завет Игнатий Лапкин так Бог ты один Володя ты сейчас понимаешь ты на Бога смотри Бог потопил мир Златоуз говорит а имя ему а ему имя любовь и те которые отвергают то что Бог любой мир может нас поразить спасать детские муки все это учение хуже станицского даже Патанартия это признает а на муке вечной не этот ли Бог пошлет и что сейчас 175 тысяч пало под стенами Иерусалима не тот же ли Бог поразил имя которому любовь это мы можем меняться но Бог то не меняется ВД вот посмотрите на икону современную какой на ней Господь изображен и например средневеков спаса как изображали это сидячий мрачный суровый мужчина на иконе вот люди по образу и подобию рисовали христа отеча Христос любящий влюбленный сама любовь воплотилась в человека Игнатий Лапкин в Англии рисует так Христос в волке с папиросой в руке и в кепке хиппи так изображают он должен быть таким ты сейчас ищешь риса такого что был похож на тебя и на Ксению Степановну однако Господи сказано что пламенные очи его и огненные и скажет отойдите от меня проклятый в огонь вечный никогда не знал вас ты послушай проповеди которые дают нам святые отцы в д никак не могу сказать что Господь таким изображен вот на этих иконах пожалуйста вот он везде добрым любящим изображен Игнатий Лапкин да нарисовал ты для себя обостил тебя сатана вы прекрасно недостаточно ты просто недостаточно знаешь древнерусские ахриески если ты посмотришь хотя на памятник 12 века и посмотришь там разные иконы если ты имеешь ввиду паса в силах то он такой и должен изображаться как Господь Савалу то есть грозящий но ты не забудь что Господь это Троица что Бог Отец Бог Сын и Бог Дух Святой Бог Отец это прежде всего Отец наказывающий Бог Сын это полное милосердие так что он может и в разных ипостасях выражаться если ты говоришь что нужно любить друг друга то да любить надо друг друга но в то же время мы знаем что Господь что нас Господь постоянно и наказывает если мы Ему не выказываем свое послушание ты по своей жизни это же знаешь Игнатий Лапкин ты вот только скажи Володя ты ищешь любви скажи что ты видишь людей которые здесь рядом я тебе много не хочу говорить только то что без глазами хотя бы ты видел и других вот люди то эти с первого дня меня знают подойди сюда вот это вот моя сестра она с первого дня от меня испытывает только такие вот гневные нарекания не любовь по твоему скажи если бы по другому было или как то где бы ты была Валентина Шичкова здесь бы не была мне просто хотелось узнать от Володи вот эту нелюбов в Игнатии ты увидел когда до крещения или после крещения в какой момент так вот что ты увидел что у него нет любви к людям как вот что ты увидел что у него нет любви к людям ВД но он об этом сам расскажет Игнатий Лапкин нет это большая разница Володя я к тебе а к тебе была явлена любовь когда ты уже каялся а к тебе была явлена любовь когда ты уже каялся ВД здесь между своими братьями и сестрами у него есть любовь но он совмещает закон и любовь Валентина Шичкова в какой момент ты увидел до крещения или после крещения Игнатий Лапкин до Ксении Степанов или после нее ВД постоянно но я наблюдал просто я даже не могу это все сразу сообразовать Игнатий Лапкин ты понимаешь ли какое дело вот ты только пришел и начинаешь за отцом наблюдать с первого дня и выискивать любовь или не любовь когда написано взирайте на начальника и совершителя веры и вот твои действия подыскивать подсматривать подслушать это как будто единственная твоя специальность больше этого не будет пока не наступит твое или исправление или ты полностью расстроишь себя ВД это непроизвольно у меня это просто непроизвольно даже сижу сбоку могу заметить что ты Игнатий Лапкин почему ты за собой не смотрел ты не изменился почему ты за это время за собой не смотрел первый месяц только после крещения человек из-за разврата пришел и начинаешь за кем-то подсматривать кто тебя этому учил я тебе с первого дня я тебе с первого дня говорил углубляйся в слово Божие читай Библию посещай церковь и вдруг тебе вот что нужно показать а я не православный поэтому я тебе не подхожу ты обо всем мире не суди по моему отношению я тебе объяснять это не буду одно только скажи тебе была явлена любовь или нет ВД ну естественно Игнатий Лапкин та любовь которая была тебе явлена еще где-нибудь тебе была явлена или нет даже за это время такая же то есть совокупности возьми духовное телесное наставление поучение и все или ты от лица каких-то полномоченных говоришь от лица КГБ или кого там я не пойму ВД я же вам выразил благодарность Гнатий Лапкин нет мне не нужна благодарность сейчас благодарность будет от Бога если она будет только ты сейчас конкретно скажи тебе лично была явлена любовь или нет на каком месте ты надуваешь я хочу увидеть с чего ты берешь с чем цепляешься я как человек должен следовать от себя и отстать от того в отношении тебя я увидел что слишком много было позволено тебе хотя когда ты поселялся туда сейчас скажи я тебе предупреждал кто такая Ксения Степановна какие опасности грозят говорил или нет ВД вы напрасно на Ксению Степановну говорите дело было что от отца Амброси я получил благодать я полюбил этого человека честно говорю и вспомнил что я потерял и все это у меня в голове закрутилось Бог это любовь воплотилась в человека и прочее я потерял любовь Гнатья Лапин хорошо а тогда скажи от отца в росте твои непрестанные вот эти заботы среди нас всех выспрашивать Архипеллав когда каждый говорил что это запретная тема но ты к мне возвращался а это откуда ВД я и сейчас бы хотела Архипеллав послушать Гнатья Лапин но тебе же сказали что среди нас этого нет ни у кого нет и разговаривать запрещено ВД нет такого не было вы сказали ищи где-то но у меня нет все Гнатья Лапин все я тебе все так и отвечал ВД почему я знал что есть лучше Гнатья Лапин лучше КГБ ищет КГБ искала не нашло ты знаешь что есть ВД но мне сказали раз ну почему Гнатья Лапин но тебе сказали что это запретная тема ВД вы сказали что я этим делом не интересуюсь вы лично Гнатья Лапин почему ты постоянно всегда любопытничаешь откуда кто приехал куда едет когда едет а это откуда разъясни что я тебя дорогой уговаривал Москве уговаривал Володя знай свое место не лезь откуда эти люди когда они приедут и когда уедут всякими путями разузнавал от меня отходит за стенкой снова начинает спрашивать я сказал что ведешь себя просто неприлично а это откуда объясни ВД это любопытство может быть Игнатий Лапин а знаешь народе говорят любопытство не порог а что ВД ну свинство говорят Игнатий Лапин так вот от этого свинства тебе надо было было отстать снова возвращаясь скажи о любви моей Бог будет судить и сколько я любви имею или нет но я знаю что любовь привлекает людей у меня есть души которые Господь нашел не в другом месте благодарение Богу уже три батюшки из этого дома вышли и священники не на последнем счету даже у архиереев в чем и когда ты увидел что к тебе не была правильна любовь этот упрек я должен выслушать принять и переправить скажи чем я с тобой не поделился что я сам имею духовного и телесного ВД всем делились и все старались для меня а как же новый человек надо все сделать для него Игнатий Тихонович а как же вроде я и обязан однако так не делают ВД обязательно так и должно поступать Игнатий Лапкин значит знаешь как должно ВД если ты не знаешь как человека прилечь к тебе без этого невозможно Игнатий Лапкин значит тебе что-то не подошло то что ограничение во сне в пище это все тебе показалось законным или отношение к миру что надо было быть с миром по-прежнему в добрых братских отношениях любить гладить или что главное что тебя сметило в одну секунду вот ты помнишь один раз мы с тобой отсюда шли как раз мимо железной дороги беседовали вот я вспоминаю то состояние твое и сравниваю его с сегодняшним состоянием ну ты помнишь о чем мы с тобой беседовали да вот интересно чем вызван мог быть такой переворот склом такой в то время вот когда только начиналось чудо крещения это было ты как я понял был углублен прежде всего в себя самоочищал то есть хотел себя как-то исправить улучшить приблизиться к истине и пока ты вот этим делом занимался то есть вот именно над собой работал над своим грехом то и я как понимаю у тебя и дух смирения был дух покорности то есть ты по-настоящему шел по тому пути по которому нужно идти а сейчас вот то что я слышу для меня это просто удивительно не потому что это не может произойти с кем-то там а потому что именно я вижу что как такой резкий какой-то переход произошел вот чем это можно объяснить в д тем что я спасался действительно спасался без любви я не знал что такое бог то есть я потерял я еще раз говорю потерял любовь к людям я спасался бога нашел умом своим и историю мне помог Игнатий Тихонович распределить по местам но не было любви у меня все-таки пустая душа была через отца в руки я понял какнулось мне то что я потерял вот что это есть любовь БМ но а в тебе вот как вот проявляется это выражение любви мне кажется в то время ты был более смеленным более мягким более податливым что ли а сейчас вот чувствуешь чувствуется в тебе такое непокорство упор доказывать доказать свое настоять на своем прежде всего это же ведь в общем-то не христианское качество Игнатий Лакон это получается так внешне вы меня не судите у меня заготовка есть на это а вот я любовью исполнился и все что явно что он потерял внешне вы меня не судите у него заготовка есть на этом а вот я любовью исполнился и все что явно что он потерял что ведет себя хамоват хамовита это ничего не значит а вот главное что внутри то у него любовь которую так никто не смог увидеть а любовь в чем должна проявляться во внешнем Игнатий Лакон в первую очередь даже по отношению вот в первую очередь даже по отношению даже вот к нам ты же знаешь что сейчас ты ставишь себя вне круга людей с которыми ты есть то есть ты фактически решил полностью за всеми расстаться потому что пока мы здесь находимся у нас мнение по этим вопросам одинаковое ты нашел что-то иное что я представляю и ты представь что мы с тобой на суде где-то и какие же ты будешь давать все показания что ты там будешь говорить что ты там будешь говорить если сейчас у тебя есть придумки разного Игоря подцепил и с отцом Дмитрием я расстался не так это все ложь и этого не было мы расстались по благословению он дал машину благословил до следующего раза за то что я противостал в чем-то то это естественно что я не рядовой посетитель там который пришел просто приехал с людьми и он меня веке поминает Игнатий его содружество Я благодарю Бога что знаю отца Дмитрия и как много от него получил но иного отношения у меня не было никогда с ним такое отношение всегда и было и он видит да есть над чем ему задуматься Дмитрия у каждого по-разному правильно но через это должен пройти каждый почувствовать вот это побыть в гефсимании пройти этот страх обязательно должен каждый человек и только тогда ты бы мог сказать через несколько лет допустим ты бы сказал что исполнился этой любовью этой благодатью можно было бы поверить оно бы проявлено было в твоих делах в твоих действиях в словах и словах и вот эти слова которые ты сейчас говоришь тем более на Игнате это неправомерно и ты бы уже не сказал если бы ты был уже действительно исполнен любовью и благодатью как должно это поверхность все Володя пойми что вины должны нет допустим я вот в беседе Ксения Степановна не хочу сказать ничего плохого это замечательный человек во всех отношениях но она как должна в православии не знает и чувствуется не читала с тех отцов и не берет с них пример она вот только по Библии или должна исполниться Духом Святым вернее каждая душа должна исполниться Духом Святым это и все святые отцы пишут об этом но она не желает брать пример святых отцов и быть в такой покорности и покушании иметь такое смирение как учат на святые отцы и приближаться к этому она совсем иначе как такует и кстати она всегда против Игнатия настораживает всех буквально но кто как воспринимает это это со всеми буквально есть чтобы люди не были привязаны к человеку не смотрели так на человека может быть и правильно что она направляет взору на Христа верно но таких слов нельзя человеку говорить что он такой злой и прочее Игнатия Лапинаде у них вся трактовка Библии только степанская теперь отца Амбросия ты на ходу сейчас подставил и это твое привязанное отношение к нему благодать какую ты получил я не поверил ни одной секунды тебе нужно срочно было кого-то найти на себе место подставить потому что как сказать что все не понимают что такое любовь ну а кто тогда понимает ты на ходу подставил у нас есть такие батюшки которым были мы привязаны а сейчас вся епархия весь союз знает позорно всю Европу не меньше идет официально женами берут развод и блудниц рядом возят с собой поэтому эти-то привязанности мы знаем на ходу и его поставил подставил не то что там понравилось увидел но в одном месте только коснулся коснулась а у нас говорит так испытываем вот представь послали и сказали выгребай сто лет руками выгребли а теперь иди лежи ему задницу мы говорим так это же зверство не должно быть а у нас вот так даже приучают ты здесь был слышал это как у них учат послушанию ВД да да слышал ну и как это любовь ВД это послушание нарабатывается почему я тебе такого ни разу не говорил и не заставлял нигде ничего лизать а только говорю одно люби библию оставь все книжки дурные но так как в тебе этот дух непокорство был ты сразу отца Дмитрия ухватил у них так религия мягкого дивана надо учиться занимать какие-то должности а у нас занимать не приходится с этого упреки ставишь а вот отец Дмитрий благословляет мы сейчас все должны поставить на свое место полностью что я сказал тебе сейчас принимать ты это понимаешь ты это или не понимаешь ВД про отца в Росе скажу что он мне ничего не говорил я просто его полюбил он своим видом всем поведением понравился мне Игнатий Лапкин дай Бог что это хорошо ВД и я почувствовала через него что я потерял раньше к людям любовь что такое Бог в сердце Игнатий Лапкин когда ты имел и когда потерял скажи ВД скажи ВД я потерял а потерял я ее давно уже потому и искал Бога Игнатий Лапкин когда ты получил это ВД вот через сам Роси Игнатий Лапкин а до этого ты принимал крещение ничего не получил ВД понятие Бога думал там на небе стяжать да Царство Божие внутри нас есть надо любовью исполниться Игнатий Лапкин а до этого ты не читал не считал что Царство Божие внутри нас что его нужно стяжать нужно трудиться ВД а как то не замечал И не слыхал про это, слушал это уста, не слыхал, читал Библию, не слыхал. Отец Амуросий приехал и сказал, что так-то можно при нас есть. Написал 17 главу, 21 стих от руки, а до этого не было написано ВД. Нет, сказал он своим видом, дал понять это Игнат Иванович Володя. Не лукавь сейчас, ты ищешь сейчас подставу и самооправдание. Эта ложь обнаружится в самое прочайшее время. ВД, неужели вы считаете, что вы лучше меня знаете, что я говорю, или я лгу сейчас? Игнат Иванович, лжешь и даже не знаешь себя совсем, ВД. Надежда Васильевна, нет, ну правильно, это может быть вполне, это можно согласиться с этим. Но это я еще раз подчеркиваю, что не точно, причем у вас что-то здесь похоже в том отношении, что Вауди говорит по отношению к Ивановичу, что слишком строг, и у тебя такие глаза полагнем, как бы яростью такой, такими словами ты выражаешься, это и мне неоднократно было. Но почему тебе спокойно не объяснить? Но почему тебе спокойно не объяснить тот или иной факт? Почему тебе спокойно не сделать замечания? Почему ты именно вооружаешься вот так, вот не сдержанно, но он свою не сдерживость и раздражительность тоже признает? Вот это человеческое, и он работает, трудится над этим, надо отдать должность, но надо еще подметить, с какой любовью он старается к человеку подойти, помочь ему освободиться от этого недостатка, который в нем виздится. Ведь в сердце каждого из нас вот это самолюбие, и так болезненно, с корнем, оно вырывается, вернее выходит, что вы знаете, сколько трудов прилагать приходится, чтобы освободиться. А он помогает этим самым, чтобы освободить совершенно сердце, быть смиренным. Почему мы не приемлемы? Это потому, что мы слишком самолюбивы, непослушны, непокорны и несмиренные. Игнатий Лапкин, ты не слышала, когда Духа Святого получили через Петра, и вот Анания и Сапфиры падают мертвыми, Петр знал, что нападет сейчас мертвая. Петр знал, что нападет сейчас мертвая. Похоронили мужа, и тебя сейчас следом вынесут. Слова любви, как они были сказаны, рядом юноши никто не сопротивляется, и страх был на всей церкви. Деяние 2.43. Был же страх на всякой душе. Деяние 9.17. Церкви же по всей Иудеи, Галилее и Самарии были в покое, зерадаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении Святого Духа умножались. Деяние 19.17. Это сделалось известно всем живущим, быть, есть Иудеям и Эднам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Другого слова там не стоит, а любви даже понятия как будто нет, а в этом как раз есть страх и любовь. Игнатий Переченинов говорил, что если кто толкует о любви, минуя страх Божий, тот вжец и служит сатаны. Это сатана желает уничтожить страх, на первом месте страх Божий. И Господь постоянно предупреждает. Марка 9.44.46.48. Ведь червихи не умирает и огонь не удастает. Игнатий Переченинов. Потом, значит, по мере возраста, я стала присматриваться, прислушивалась, прислушивалась. Я вообще не знала, что такое послушание, но поняла, что послушание, это прежде всего послушание Богу. Что мне скажут, Игнатий, я иногда имела привычку оговариваться, как обычно учены мы, что твои суждения обязательны. А тут я стала понимать, что свое нужно оставлять, сама отверженность должна быть. То, что он мне говорит, оно уже пережито, оно уже просеяно, мне остается только принять. А у меня еще было свое. Я всегда приходила сюда и просила только, Господи, живу там одна, и теперь могу себя проверить. Слово Божие так говорит, что я уже внутренне себя не могу испытать. Но я же внутренне себя не могу испытать, чтобы мой приход был мне напрасным, чтобы враг не обольстил меня, а именно Господь, чтобы показал мне это. И когда я приходила сюда, Господь всегда мне что-то открывал во мне, но я чувствовала, что я вот именно на этот путь послушания еще не вставала. И Он сказал, что есть грань, через которую человек перейти не должен. Когда начали падать братья и сестры, уходить не было. Всегда это страшно. Я думала, Господи, если я уйду по причине моих оговорок, то какая беда будет со мною. Каждый раз, когда я оговорилась, я чувствовала страшный страх. Думаю, если я эту грань перейду когда-нибудь, и одно слово может стать роковым для меня, и тогда я, может быть, уже не смогу подняться, потому что я знаю, что такое мир, что такое грех. Мне страшно туда возвращаться. Не тая, Господь. И вот этот страх всегда во мне. А вот то, что человек оговаривается, это действительно может стать роковым. Я понимаю это и чувствую всегда. ВД. Но ведь вы понимаете, что страх это вискозаветнее. с любовью, когда встретишь человек с Богом, нету страха, написано прямо в любви, страха нет. И внатилапе написано так, 1 Анна 4,18, в любви нет страха, но совершенно любовь изгоняет страх, потому что в страхе нет мучения, боящийся и совершенно в любви. А ты к любви не приблизился, еще при любодении на этой макухой, весь замазан, и начинаешь говорить о любви, той высшей любовь изгоняет страх. В 1 Кадринске 9,27, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы порповедаю другим самому не остаться недостойным. Не достигну ли и я? И так многие потерпели корабли, крушение, вере, у тебя еще ничего нет. Совсем даже нету. Какой любви ты толкуешь? Правда только у тебя одна вот эта трещит и больше ничего нет. Без страха ни единого шага человек в жизни не делает. В армии страх. Смотри, сын, слушайте, отцу Бог дал власть. В Ветхом Завете показывай, в Новом родителе держат страхи детей. Смотрите, держите, Бог одним страхом удерживает, не прикасайся, не вкушай, умрешь. А в Новом Завете 1 Коринфянам 10,12, посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Какие-то слова, как звучат, ласково, с любовью, играешь, сейчас играешь собственной душой и навеки. Надежда Васильевна, если брак, есть образ Христа и Церкви, то сказано о женах. Если жена или невеста твоя душа, то жена довоится мужа. Глава Христос говорится, еще раз говорю, Игнатия Лавкин, везде так, апостол Павел говорил филиппийцам 2,12, со страхом и трепотом совершайте свое спасение, но не с надменностью, с которой ты приступаешь к спасению. Где у тебя страх, и в чем? Нет уважения к старшим, к тем, кто над тобой поставлен. Ничего этого нет. На чем у тебя основано спасение? В.Д. Вот почему я и заметил, что у вас страх, здесь царит страх, и даже вы боитесь, и мне сказали, женщины наедине, нигде не оставайся, чтобы не случилось страшно. Да у меня и не было этого даже в молодости. Да лягу в постель, к ней пересплю, не трону ее, да стыдно мне, потому что, Игнатия Лавкин, вау, я помню, В.Д. Что если я как будто страха чуть не буду иметь, то я как зверь накинусь на женщину. Но это же нельзя, Игнатия Лавкин, по имя Христа, прошу тебя, помнюсь, умоляю тебя, ты пал уже, пал, дьявол слышит это как за чуть-чуть подобное, сказал дед Александр Николаевич Матавилов, то Серафим Гутинский закричал, а тот сказал, посмотрел бы я, как дьявол войдет в меня, если я причащаюсь, и вошел дьявол в него, да оно было испытать, когда мы познакомились, ты еще-то держишь, ты сказала, женщина, я говори, что Бог из нас, да ты из разврата только-только вышел еще, тебе ли рот раскрывать здесь, старцы по 78 лет, цветы, было известно, женщины касались впервые, все эти падали, навсегда потопокал в вакуум, наистовидев, а так, и так избалился душой, что две свечки скрутил и поставил, руку тебе начал сжечь, и плакал, начать и надмешник, над собственным спасением, смотрю тебя, на что дьявол поймал, я сказала, чтобы наедине не оставался, я знаю, что ты из прелюбодейства пришел, поэтому поставил тебе такие условия, заметь, какие были люди, Моисей, Ио, завид, кто ты против них, и то, говорит, я поставил завет, чтобы не помышлять о девице, какой был Моисей, эту же заповедь ставил себе, а ты находишься, если один мужчина, тысячи лет, и запас так, а ты находишь сейчас, один мужчина, тысячи лет, и запас так, на чем все это основано, на дерзости, на своем самом мнении, ИВД, еще раз убеждаю, что вы приверживаете, святого завета, люди лет, завета внешний страх только имели, а внутри похот страшный, не очищенное сердце, и не было вот этого, когда внутри нас прижали, сердце не написано, на совести, Гнатий Ларкин, а у тебя написано уже на совести, да ты бессовестный, если ты только сейчас, так говоришь, на святые святые, я тебя повторяю, в Новом Завете, все даже старцы, как Парфений, молитву, которую читаем, братья, и не разрешал прикасаться к пилу, закрой одежду, вот так вели его, монастырское, братья пишет, а в Исаии, святые, говорят, что на единой рогожке, братьям нельзя спать, а ты с женщиной ляжешь, ничего не будет, братья монахи, и кто не разрешал, из Бога в Келии быть, о чем ты толкуешь, БМ, так ты уже уверен, что ты уже совлекся со своей веской одеждой, да, ВД, ну совесть, это ветхий закон, совесть, Гнатил Абкин, говорит, что это ветхий закон, да он одурелся всем уже, ВД, ветхий закон запрещал, осуждать, воровать, то нельзя, другое нельзя, Гнатил Абкин, при совести, и ветхий завет считаешь, заодно он бессовестный, тогда совершенно бессовестный, Ежида Васильевна, совесть всегда должна быть у человека, как ты можешь говорить, так, ВД, мне добавить любовь ко всем людям, вот и все, Господь, есть любовь сам, небо воплотился в человека, ВМ совесть, понятие растяжимое, у разбойника своя совесть, он считает, что он тоже прав, что он так поступает, ВД, да вы Евангелие почитаете, там прямо написано, Игнат Илапик, да у тебя сейчас какая совесть, у тебя даже вот этого нет сознанием, начинаешь объединять все православное, все православие, нормальная совесть, разве может пойти на это? Единожды ты только проехал, увидел, значит, что и тебе подходящее было, там обличение, тут мирской литературой, разрешение заниматься, да Игнатий говорит, надо молиться день и ночь, писание, так, говорит, Володенька, ВД, ну как это я вдруг, как вы сказали, что нахватался, что ли, Игнатий Ларкин, да именно так я и сказал, ты искал то, что потворствует тебе, а святые, как Макарий, искали, где что труднее, как пчелка собирали, приходит брат, а он лежит не просто на рогожке, на земле, он сразу пришел домой, рогожку выкинул, брат, а ты как постишься, я услышал, что 7 дней, а вот этого было 2 дня, через 2 дня, один раз вкушал, он через 9 дней начал вкушать, вот как святые делали, а ты подбирал то, что развращенный, волей и плоти содействуют, совесть это ветхозаветнее, где ты это взял, не станали вселил в тебя за это время, не станали вселился в тебя за это время, почему у пятидесятников, у них сплошь одержимость такая, ты просто ошалел уже совсем совести, если у тебя нет, и ты бессовестный совсем, беззаконен, закона тебе не надо, ВД разве сказал, что совести у меня нет, Игнатий Ларкин, ты сказал, совесть это ветхий завет, ВД, я сказал ветхий завет, но он сейчас, в настоящее время написан, в совести нас держали сердце, так и написано, Игнатий Ларкин, значит мы должны поверить сейчас в то, что ты говоришь, а не в то, что святые отцы делали, подвязали, житья святых, все основано на том, что я говорю, но не ты, и вот ты пошел из мира, один месяц прошел, и в этой сатанинской надменности, сейчас предстал пред нами, во всем величии, я должен поверить, что ты заявил, что говоришь, от чистого сердца, я должен в то поверить, это только дух блуда тебя мутит сейчас, ВД, вы исторически не понимаете сейчас историю человечества, вы духом историческим не проникнете, берете человека, а что он в настоящее время, что он верхозаветный, один и тот же человек, Игнатий Ларкин, тот же самый, ВД, никаких изменений, Игнатий Ларкин, никаких изменений, ВД, тем не менее, на сердце, не написано ничего, Игнатий Ларкин, ничего не написано, ВД, Ветхий Завет, вот так, в ковчеге, было написано, на каменных скрижали, закон Божий, а человек еще ходил, как скотина, Игнатий Ларкин, сейчас он хуже скотины, ВД, совести не было, потому что на каменных скрижали, было написано, Игнатий Ларкин, да человек хуже скотины, БМ, когда-то хоть что-то знали, тогда-то хоть что-то знали о Боге, а сейчас всем ничего не знают, Игнатий Ларкин, какие-то скрижали, что-то где-то написано, написано Евангелие, которое надо бы исполнить, и написано, что кто называется, таким-то, какое отношение должно быть к ним, далее апостол Павел говорит, дела против известны, и какие-то, такие-то царства Божия, и такие-то, такие-то царства Божия не наследуют, начинаешь скотовать уже в рассуждениях, эти люди имеют Дух Божий, но не распинают Дух Божий, они имеют Бога, но не, но распинают Бога, и определенно, скажи, в конечном счете, йоготь или мед, разница есть или нет, свет и тьма, благодать должна тебя, как-то на это дело наставить, судить о благодати, о любви, а все перепутал, судишь о благодати, о любви, а все перепутал, в голове Вавилона имеешь, ВД, видимо, еще раз подтверждается, что вы и я совершенно разно понимаем истории, Игнатий Лаккин, я не историю понимаю, я должен узнать пуста, ты должен спастись, весь мир ты с историей завоюешь, а бессмертной душе повредишь, то лучше бы тебе не родиться, ВД, ну вы законом спасаетесь, Игнатий Лаккин, спасаемся Христом, но Христос не знает, с беззаконниками Христос дал заповеди все блаженства, кротость, смирение, и все эти заповеди решил отбросить, а надуться на одном слове любовь, вот проверки я имею, а имею я любовь или нет, Валентина Шитикова, всякую ответственность ты с тебя снимаешь, Игнатий Лаккин, это 50-ник, спасет, Валентина Шитикова, спасение своей души, своей души, как безответно относишься, и не задумываешься над этим, Игнатий Лаккин, все на Бога свалил, Бог не дал любви, или дал, ВД, каменные скрижали, потом, значит, Слово Божие шло, потом оно, из каменной скрижали, воплощалось, человек, вот сам в виде любви, зашел к небу, вот и сейчас он воплотился, сейчас, и второй человек, это и идет, воплощается любовь в человек, Игнатий Лаккин, когда, когда, ВД, Ветхий Завет, а потом любовь, это окончательно, Игнатий Лаккин, когда, скажи, когда, когда человек смиряется, как блудница, распускает волосы, с каменной скрижали, эти, человек, до каменной скрижали, еще должен пройти пустыню, чтобы сегодня люди получили каменной скрижали, их нужно на 40 лет пустыню, всех людей сегодня до горы Синайской довести, люди в разврате, затопили страну с крови, где-то убийцы все, дети предлюбодеев, а ты говоришь, что эти дети, люди, в них дух Божий, ты что, маленько только, чуть-чуть остановись и вспомни, кто ты, что за твои рассуждения исторические, ВД, вот только так и понимается, вы понимаете конкретно, человек вот настоящий и прошлый, всегда один и тот же человек, Игнатий Лаккин, всегда один и тот же человек, есть плоть, и плоть противится духу, это Павел говорит, доброго мне я не нахожу, доброго мне не нахожу, откуда ты взял себе доброе-то, а вот проверь его, а вот проверьте его, он имеет любовь и все, бэм, ну какая разница, вот смотри, дикий человек, который пробирается слухом там, или тот же сейчас империалист какой-нибудь, или социалист, который лезет с ракетой, но практически между ними разницы нет, у них цель-то, одна убить, уничтожить, завоевать, предми нашим, христос сказал, что как было в одневное, так будет и при кончине века, мы видим, что земля теперь растлилась, так же, как и при Нойе, и близок к конец, неужели это сокрыто, от себя, значит, нужно быть слепым, растлилась земля, нет на земле, почти уголка, неоскриненного грехом БМ, это самое интересное в той еще беде, что самое интересное в той еще беде, совершенно очевидно было твое негативное отношение, неправильное отношение к окружающему миру, ты пришел, и ты ушел, ты из мира, почему, потому что увидел, насколько он порочен, он тебе уже противил, и поэтому ты из него вышел, ища что-то чистое, нашел, тебе не понравились жесткие рамки, что нужно смирять свое тело, нужно поститься, Сеня Степанов не желает этого делать, я вот один раз с ней столкнулся, был очень удивлен, что она начинает сласывать эти вещи, например, как болезни, и так далее, и так далее, когда немощные старушки постят, да еще и в таком теле держат себя, они постарше ее, и у нее здоровье ничуть не лучше, чем у Сени Степановны, а она, между прочим, не соблюдает пост, Игнат Иванович, Игнат Иванович, тут вот что, симбиоз произошел, у него дух мира с духом Пятидесятничества поженились, и вот такие сатанинские слепые мысли, и родились больше никак нельзя понять, потому что все вокруг связывается о том, что органы власти перенапряжены, ничего не могут сделать, тебя снова потянуло туда, в этот мир, посмотри, как пророки говорят, «Теремия, день, 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 смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, любить и разрушать, созидать и насаждать». Христос говорит, второй раз приду в огне всю и степелю, отозвался об этом мире так хорошо, а Христос говорит, что не любите мира, не того, что в мире, ибо это, говорит, живодейный грешный мир в тебе уже был, блуда сейчас гуляет всем на полуком. Державасимов, ты знаешь, я еще раньше, только когда Володе сказали «пойти», я бы сказала, опасения по поводу того, что он еще не вполне утвержден, как должно в православии, не занимался собой, как должно, только начинающий его путь, поэтому не опасно ли быть вообще этим человеком, его нужно только наоборот оградить, пока и все сказали, что нет этой опасности. И он сам это сказал, «Знаете, ладно, скажи, Володя, при всех людях я тебя побеждал, какие вы путасты могут быть, Ксению Степанову?» Говорил тебе тогда, «Вы да, я прошу, Ксению Степанову, совсем не поминайте нас здесь ни при чем». Совсем ни при чем. Игнатий Лапкин, «Ну, я тебе предупреждал, ВД, она ни при чем здесь, ее не поминайте». Игнатий Лапкин, «Этот дух уже говорит тебе, не может быть, Леша Речкунов вчера был там, скажи, Ксению Степанову, как там, что это у нее такое, пришел к ней, она ему, давай молиться». Он говорит, что пришел к ней, что будет взять, давай, говорит, я не откажусь, встал. Ну, ты что-нибудь чувствуешь? Взошло что-нибудь? В тебя вроде. Он говорит, нет, ну, давай еще раз, ну, ты чувствуешь, какие-нибудь изменения произошли? Нет. Я-то среди 50-ников родился, ты мне не рассказывай. И Генрих там был, какими демонами наполнят. Ты даже не заметишь, у тебя на голове есть 7 дырок, через все они в тебя войдут. Теперь скажи, я тебя предупреждал или нет, какие там заблуждения, как нужно быть там осторожным, несмотря на доброе или нет. ВД, вы меня предупреждали, но вы меня за совершенного дурачка считаете. На тело опять сейчас хуже, потому что дурачком можно хоть как-то говорить, а с тобой сейчас никак. Ты просто в сумасшествии эгоизма находишься. Я тебе говорю, что дух мира интереснейшим образом переплелся с духом 50-ничества. Я вот Сеню Степановну слушала примерно месяц назад и интересно, было мне впервые вот так, вот с ней, когда она проповедовала и меня, что поразило прежде всего, что она подчеркивает, что необходимо принять дух и все так вот. Согласен, что так, но что именно поднимая, понимается под духом святым. И я и из нее проповеди понял, что для нее дух святой это что-то такое, что получает человек. И он уже после этого получив, если это он понимает, что он получил, может поступать так, как ему заблагорассудится, то есть ему как бы этот дух подскажет. Но ведь у верующего человека на первом плане должно быть священное питание. он должен терять духа своего, который у него там говорит со священным писанием. Так ли это или не так, у нее этой связи как ни странно, я не заметил. Она именно подчеркала эту деталь, что раз я принял духа святого, то этот дух мне помимо всего, помимо наставника, помимо святой подсовки сани и так далее, он говорит как мне поступать и как мне что делать. Он единственный мой руководитель, я считаю, что вот именно эта мысль подчеркивается ее всегдашним поведением со всеми людьми. Просто когда обещаешься с ней за 5-10 минут, это незаметно, но когда ты общаешься с ней час-полтора, это более заметно, тем более ты с ней рядом живешь. Я считаю, что здесь вот именно в этом плане влияние ее, вот как ты вот как ты считаешь ВД, я конкретно говорю, уже еще раз скажу, что Ксении Степановна меня влияния не хватало в этом отношении. Игнатий Лапкин, понимаешь, все до единого говорят, все до единого говорят, а ты даже не заметил это. Прежде всего, мы его еще не знаем хорошо, пытаемся понять как должно. Он значит сам таков, какой он в своих высказаниях. Игнатий Лапкин, я только скажу, когда меня упрекали за Ксению Степановну каждый раз, а я ее не виню, я спросил ее, как же она убеждала отступников сбрить бороды. А для чего я ему сказала, борода, если ты поступаешь как будник-развратник, видишь упсовку, там с будницей встречаешься. Правильно, борода не спасет. Правильно. Молодец, я ее похвалил. она только выявила его. Этим клоком волос человек не спасется. У Пугачева хорошая лопатообразная борода была. Это ему не мешало вешать дворян. В.Д. Я же говорю, я почему говорю о любви, о самом главном говорю, неужели непонятно, о любви говорю, о самом главном, то любовь надо найти. Но самая спасительная любовь к людям, ко всем людям. Игнатия Латкина Иоанна, 14-15. Если любите меня, соблюдите заповеди мои. Слово заповедь нигде не взял. Любовь это не воздух, не поцелуй, не поглажь, не поцелуй, нет. В.Д. Совершенно верно. Игнатия Латкина где-то в заповеди. В.Д. В любви все заповеди. Ведь сказано, что весь закон и пророки. Игнатия Латкина, заповеди хоть одну покажи. И при том, когда ты разговариваешь, где они находятся при заповеди? В.Д. В любви в сердце должны так вытопить. Игнатия Латкина, все это педресчатничество в чистом виде. Ерес самое настоящее. В.Д. Но если ты исполняешь, любишь, то значит весь закон и пророки ты исполняешь. Игнатия Латкина, ты бы вчера видела, как он разговаривал в.Д. Вы ищите любовь к людям ко всем. Вы ищите любовь к людям ко всем. Игнатия Васильевна, Володя, вот допустим вошла в тебя любовь и все. В чем-то она в деле должна проявиться. Игнатия Латкина, он сказал уже, что в любви к миру, чтобы любить всех людей вокруг, не относиться к ним жестоко. Международный, почему ты не обращаешь внимания на словах Христа? Он говорит, дружба с миром есть вражда против Бога. Это одно. Даже помышления простые, есть вражда против Бога. А на это как мы должны смотреть тогда Игнатия Латкина? Сердце человеческого написано в глубокую пропасть, крайне искоченно. Кто познает его? Он узнал, что написано у него про любовь. Что у тебя написано? Он узнал, там написано у него про любовь. Что у тебя написано? Я вот смотрю вчера, как вот стоит, разговаривает, какой вид начетника. Не он показывает мне. «А ты знаешь, что такое любовь?» И так оскорбительно перц поднимает. Я, чтоб не засмеяться, смотрю, ты знаешь, нет, вот, прости за выражение, ребенок с горшка поднимается, начинает еще грозить, что чего-то оттуда. Но дитя, но откуда это держится, Надя, православие, суть, разве не знает? И опять самое главное любить, любовь. Бог есть любовь и голову туда поднимает, потом опускает и пальцем трясет предо мною, как будто я никогда не знала, что есть такие слова Библии. Когда ты видишь, явишь любовь, Володе, я скажу словами Александра Ивановича Устинова, пока ты нашей любви не достиг еще даже. Нашей любви было достаточно, чтоб тебя принять в нашем сердце, в наше сердце. И тебе было у нас не тесно. Твое сердце так сжало, что нам уже там места нет. Вот вся твоя любовь. Чье сердце раскрыто для любви? Галентина Шикитова, если ты смотришь, если еще ты, Володя, это слово будешь говорить в таком виде, это будет просто кощунство. Просто ты запрети себе вот сейчас говорить. Держи Васильевна, побольше работы над тобой. Молись, Надя Лапкин. Сейчас уже времени у меня нет. Скажи конкретно условия эти ты беспрекословно принимаешь ли. Эти разговоры все до единого будут забыты. Ты их выбросишь из головы и начнешь заниматься с тобой, как святые. В.Д. Выкинуть все книги, все это забыть. Игнать Лапкин, все, что я тебе сказал, беспрекословно. В.Д. Я не могу этого сделать. Игнать Лапкин, все, значит, мы с тобой, значит, мы на этом с тобой расстаемся. Это на три месяца. В.Д. А почему я в разврату разве ухожу? Игнать Лапкин, встану в настоящий разврат. Чтоб за тебя не отвечать, это не послушание, есть разврат. Значит, ты хочешь так, чтобы жить здесь, в доме, раз ты сын, в доме и в сердце, но поступать по-своему. Златоуст говорит, что нужно связывать, избивать, изгонять. Златоуст, это учитель любви. Так его зовут. Так вот, я тебя связываю, я тебя связываю этими западными сейчас и избиваю тебя вот этими строгими словами. Изгоняю тебя на три месяца. Три месяца будешь сидеть один, больше ты ни в чем, ни в чей дом не войдешь. А потом, когда карантин закончится, посмотрим, что с тобой будет. Валентина Шитикова мне однажды Игнать предложил спокойно, так и ласково. Говорит, а что, если ты делай, что хочешь? Люби Бога и делай, что хочешь. Я подумала, подумала, думаю, искушение. Невозможно делать, что хочу, любить Бога. Невозможно. Я отказалась от этой мысли. Игнать Илапин, я тебе сейчас это как раз и говорю. Значит, три месяца только тогда буду иметь, будут иметь сил. Могу и сократить их, когда ты это поймешь. Истинно раскаешься и в коридоре, когда никого не будет, на коленях пойдешь в комнату. Это тебе одно из условий. Споконам сразу перед Богом, потому что эту дьявольскую гордыню рогаете, только так сломить можно. Если за это время ничего не примешь, ну, тогда еще я тебя встречу и скажу. И за это время ничего тебе подсказывать не буду. Даю тебе полную свободу побарахтаться, поплавать. значит, молиться за тебя не буду. Прошу тебя здесь без предупреждения больше ни в чей дом не заходить. Все люди будут обреждены. И я думаю по совести ты это поймешь. ВД, вчера я просил встречи с Михаилом наедине. Вот эту встречу я еще раз прошу встретиться с Михаилом побеседовать. Игнатий Лапин, все уже не разрешаю, потому что ты сейчас как грудник духовно уже влиять можешь только на плохом плохом смысле. Валентин Шичков, ты его можешь ужалить, а зачем? Он еще слабый, очень тоже. Игнатий Лапин, все уже не нужно, уже я вижу в тебе Сталинские эти мысли, вселившиеся от любви к миру этому. Они ничего не дают, кроме заразы. Нам это не нужно. Значит, мы с сегодняшнего дня с тобой расстаемся, будем здороваться в церкви, ты условия все принял. В.Д. Чего бояться-то? Почему вы боитесь? Ну, истинно с вами-то. Чего бояться? Игнатий Лапин. А ничего не боимся. Мы с тобой беседовали. Это ты боялся. В.Д. Я хочу с ним историей поделиться, нравом исторических, религий, прочее, прочее. Игнатий Лапин. Ладно, давай, спроси его сначала, пускай скажет. Желаешь ты с ним встретиться, уединяться, о нравах исторических беседах. В.М. Если это касается спасения души, то можно поговорить и присветлив. Это ведь не тайна, а если это не касается спасения души, если это просто пустой разговор, то за каждое праздное слово придется ответить председателем. Зачем это? Значит, в том, в другом случае разговор может происходить присветлив. Он же ведь является тайной. Тем более, что тайны от моих друзей я не хочу иметь. Если ты мне хочешь сообщить какую-то именно тайную вещь, что мы должны знать только вдвоем. Я этого не хочу. Игнатий Латвин, я ответил один раз. Михаил пошел и сказал слово одним в КГБ. Его предупредили. Давай договоримся, чтобы ты никому не говорил. Я говорю, ты завел с ними шашни, и с тобой я знаться тоже не хочу. Он с одиночей к ним в КГБ бегал туда, потом утром не свет ни заря, и ночь не спал, а утром перед образом Божьей Матери изливал слезы. Помнишь, БМД был, Игнатий Латвин, я еще раз говорю, если условия тебе не подходят, значит, ты из поведомения выходишь. Мы сейчас об этом и помолимся. Или ты полностью принимаешь условия, и все остается так. Или ты будешь говорить, что в тебе дух Божий, значит, тебе никаких законов, руководителей не надо, и что этот дух, который в тебе, он тобой будет руководить. Принимай ВД, вы полностью своим красноречием забили, забиваете своим красноречием, вы всех, Игнатий Латвин, не обвиняя их в красноречии, потому что история говорит, что не красноречие спасает, а любовь. ВД совершенно верно, Игнатий Латвин, тебе явлена была любовь к ВД, а в этой любви-то, я и говорю, Игнатий Латвин, это любвио достаточно было, чтобы найти тебя из разрата вытащить, привезти тебя в купель и кричение, чтобы ты оказался в церкви и пришел нелюбви было для этого достаточно, а твоя любовь пока что, только дым, ничего от нее нету, когда у тебя будет вот так вот сидеть в духовной деятельности, когда мы проверим любовь, это в тебе говорит или на Дмине Станинска, и тогда мы проверим любовь, это в тебе говорит или на Дмине Станинска, а сейчас ты ни в чем, ни на чем говоришь, только одно покуражится пред нами, мы но мы-то таких видели уже у нас много было, и чем это для них заканчивалось, метанием, страшными терзаниями, или люди уходили окончательно в мир, или с покаянием возвращались, но только долгое время надо было для того, чтобы возвратиться на прежнее место, у нас-то опыт уже есть, в этой комнате все это происходило, и сейчас только есть люди, которые обратно приближаются, просят, ВД, вы сами говорили, что от вас люди отталкиваются и уходят, говорят, что вы не православные, было такое, Игнатий Лапкин, было, ВД, я сам понаблюдал, и то же самое говорю, и не один, я возгордился и говорю, что вы не православные, Игнатий Лапкин, теперь послушай, чем закончилось, из тех, которые говорили, что я не православный, ни одного там не осталось, все вернулись, но вернулись только через покаяние, перед потерей, через терзание, вот чем, ты вторую половину досказывай, ни единого нету, который бы через это не перешел, а которые без этого остались, значит, только духовный рост. Надежда Васильевна, на каком основании ты можешь говорить, что Игнатий не православный, ВД, он подзаконный, Надежда Васильевна, а в православной церкви как раз все на законе, на ветхом завете построено все вместе, в совокупности без ветх, возле этого невозможно ничего сделать. Знаете, Лапкин, пари мечтения, это купина, ручка, лестница, чего сектанты не знают, в тебе целиком дух сектанства, но ты хочешь уйти туда полностью, как говорится, запачканным, но ведь чистоты предать этому другие запачканные, но не я, ВД, зачем вы так говорите, я говорю, что православная церковь сейчас правильно поступает, с миром приходит, она очищает смирение, покаяние, очищение души, благодать, Игнатий Лапкин, перестань, тебя кто научил уже, тебя где проинструктировали об этом, что в церкви говорят о покаянии, об очищении, ты пойди в крестилку, так помнись маленько, стукни тебя полгулой рукой, Вавилон всюду, отец Амбросий же говорил, как к нему народ идет, ВД, Игнатий Лапкин, а в конце послушай беседу, сейчас только мы слушали одну его беседу, и чем все это заканчивается, лопатами грязь скрипает из кучи в кучу, она говорит, на завтра приходит, опять тоже, послезавтра, говорит, приходит, опять то же самое, рождение то нет, свыше ВД, а тут уже смотря по кому, я смотрю, например, его духовная дочь Наташа, ее зовут Проткая, Смиренная, Игнатий Лапкин, и отсюда ее, как кобылицу не обузанную, вышивнули, и он ее сразу благословил, я сказал ему, блудниться, вы не возите, позора нам хватает на всю Россию, ты монах, видишь, я помонах, не таскай с собой эту книгу, эту свиту, перелюбодейную, молитвенность, что Наташа, это змея, которая должна была его ужалить, Игнатий Лапкин, если уж на то пошло, он сразу немедленно ее отправил, чтобы духу не было, я говорю, если она будет рядом, мы расстанемся, Валентина Шичкова, какая хитрость, в его глазах, ты не заметил, змея на Игнатий Лапкин, а он заметил, только видно, одинаковый дух у них, и он совместился, и он сразу ее похвалил, она здесь была, и тогда пришлось ему отдельно все здесь рассказывать, отдельно мы гуляли ночью, он все это увидел, кроме извинения, ничего не могу сказать, вот слова Амбросия, его приходится соведовать еще, ты монах, твое дело сеть в теле, раз пошел на это, а он выбрал их самую красивую, с ней поехал по России шататься, она спрашивает уже, это его матушка, какая матушка, он же игумен, а соблазн, соблазн-то какой, Валентина Шичкова, о каком воздержании он может говорить народу, когда выбрал такую телицу, уже не может говорить, о каком смирении, или послушании, монах он может говорить, когда он с ними едет, на соблазн, людям только, грех страшный, Игнатий Ларкин, ты послушай, только какие законы, писали в сети, а это дух любодиания, он тебе подсказал, только так, тебе нужна Наташа какая-то рядом, ВД, это вы судите, видимо, по себе, ну а как больше иначе судить, но я думаю, от него это отступило, Игнатий Ларкин, но ты думаешь по развращенной воле своей, БМ, почему-то, Амбросий думает иначе, иначе бы он не освободился от нее, Игнатий Ларкин, он сразу же попросил прощения, я повторю, сразу же ее отправил, сказал, что больше в моем доме вместе не будут, если на то пошло, то самый лучший архиерей, которого мы читали по Сибири, и пал через такую же, вот Наташа, только по-другому ее звать, сейчас была архиерея, архиерея не может стоять, здесь вернуть так, развелся, детей оставил и с ней, а ты чего-то видишь, ты ничего не видишь еще, ты слепой, как только что родившийся котенок, Балентина Шичкова, эта рана бывает смертельной, почти неизлечимой, Геннадий Ларкин, почему ты сейчас туда и метнулся, чтобы меня запнуть, и на мое место поставленный гумен, в твоем сердце я уже не нахожу места, такова твоя была воля, почему именно ты это увидел, что и Наташа Кроткая, и здесь все увидел, потому что ты совершенно, слепен духом, блудом, ВД тогда значит, те монахи, незнакомые наши, слепеные, и отец Павел Казаханский, и Игнат Монах, и Амгросий, и отец Дмитрий, Геннадий Ларкин, скажи, зачем ты плетаешь их сюда, мы только о нем говорим, ВД, я с ними согласен во многом, Геннадий Ларкин, это жесть отчаянная, мы сейчас говорим только о нем, ты его подставлял, коснулся Наташи, мы поэтому и сказали, он это осознал, я тебе говорю, что он немедленно ее проводил, ты даже это уже не берешь во внимание, а как-то других надо схватить, налево, направо хватаешь, дескать, чем больше будет на твоей стороне, но ни одного не будет, с отцом Игнатием никто не ездит, отец Павел живет с матушкой, не плутуев в разговорах, Валентина Шичкова, когда бы отец Амгросии факт не показал, то не был бы обличаем, но раз уж он уже на делах это показал, значит он был обличен, а зачем других там называть, бы, ну как-то Володя сам же, монах признал свою ошибку, взял и отослал ее, но если бы этого не было, он бы сказал, да что вы, у меня такого и чувства нет, я не боюсь этого искушения, нет, он сразу же пошел навстречу, я вот согласна, вы знаете, что он наконец взял человека рядом с собой, чтобы себя как-то от власти оградить, это одно, но когда действительно он признал после этого, как сказали ему, не потому, что он сам лично, как ты говоришь, я могу вот так, и ничего не будет, а от того, чтобы не было соблазна, это главное, Валентина Шичкова, нет, Надя, здесь глубже, отец сам в России игрался, играется в нем, он не знает, тебя еще, он просто потерял над собой контроль, гнать лапки, Надя, здесь была Галя, о чем он, Галя и разговаривал, хоть, ходя по базару, все это начало, выявляться здесь, так что ему надо, не вылазить из тела, запереться за дверью и сидеть, так что гуляет там, дух этот как хочет, судьбу шует, и все красивеньких надо, Валентина Шичкова, пойти в монаш, что после того, как столько лет занимался бог, там, разве монахи таким можно идти, ВД, да вы его осуждаете, не знаю, человека совершенного, мы к лапкин Валдини осуждаем, ВД, вы про него сказали, что он не знает себя, и на те лапкин Валдини, если выступать до него, чего не знаешь, я знаю из вас, таких вот лицемеров, первых влюбителей бывает, ты лицеберишь, сейчас ты его совсем не знаешь, ты с ним не беседовал отдельно, не знаешь, не был в монастыре, не знаешь, что там бывает, и он только наедине может сказать, я с таким протеереем был рядом, ночами, днями гуляли, беседовали, пал, ты чел, печат, и что через это открывается, Валентина Шетихова, но ведь это не детская невинность, 44 года не знаешь, что ты делаешь, с кем играешь, это уже не ребенок, и мы делали, почему архиерею сейчас, такие красотки рядом, а почему бы так какой-нибудь монастырь ко 70-летний не прислуживал, там такие есть свечи продают, продают, нет, но чтобы покрасивее, покрасивее, и теперь начинают обвинять, посадили настаителя за мужеложество, в Омской области посадили второго за мужеложество, отец Алексий за мужеложество, где это видно такое, когда архиерею приходится сейчас принять в монашество, а он еще от старого этого не одумался, принял в монашество архиерея, уехал по епархии, а тот сейчас же и женился, а я на дом пошел к нему и говорю, что ж ты так, а он сейчас архиерею грозит еще, ВД, ну вот, в этом случае, с отцомом в россии, конечно, это искушение, нельзя подавать пример другим, чтобы не подумали о нем, чего дурного, гнать и лапки, это не положено, на него уже 5 минут налагать, ты не защищай, чего ты не знаешь сейчас, ты не выворачивайся, как ты меня из-под вил, тебя сейчас поднимают на дело, чтобы ты поднялся от своих развратных мыслей, мысли, а ты начинаешь выворачиваться из каждого слова, вроде как благодать на тебя сошла, ложь на тебя сошла, история вакуума, дьявол начинает, тебя говорит, дьявол научает тебя говорить, ты опомни сейчас, и запомни, что матерь, всякая добродетель и смирение, у тебя рядом ее не было, ВД, да у вас тоже нет смирения, и гнать и лапкин, ты меня не можешь судить, мы рассуждаем, ты о чем, в подходе, как с людьми обращаться, а если я перед ним смиряться буду, я буду как ты, я не хочу кисель размазывать, здесь, конечно, слово скажи, тебе не подходят, эти условия заканчиваем, конечное слово скажи, тебе не подходят, эти условия заканчиваем, и заканчиваем разговор, ВД, конечно, нет, и мы этим лапкин, все, до свидания, давай помолимся, надежно, он даже не знает, что такое смирение, и мы этим лапкин, Надя, не нужно играть с этим, милосердный создатель, Господь и Бог наш, ты великий Бог, имя тебе, любовь, ты есть, крутость и смирение, только у тебя мы можем, этому научиться, как много ты нам снова показал, какие падения грозят душам, которые теряют страх, перед твоим величием, которые не заботятся, чистоте, сколько надменности поселяет, сатана, прости меня, Господи, несмотря кого, и я подпружил соблазном, прошу тебя, любящий Господь, ты сам возьми отныне, на поруки, на твои пронзенные длани, эту зараненную душу, едва лишь, ступившую в храм твой, и как покусился на нее сатана, какие жестокие замыслы он имеет, прости Господи, что я посею, поселил эту душу туда, но это было по необходимости, прости мою небрежность, прошу тебя научить, ценить собственно спасение, спасение ближних, быть очень внимательным, и со страхом, и трепетом совершать спасение, да и не погибнем мы, благословим Владимира, и всех нас здесь присутствующих, научи нас понимать друг о друге в молитве, научи нас помнить друг о друге в молитве, помоги исполни все заповеди твои с любовью, ибо вера без дел мертва, ты сам говоришь, что если наша праведность не превысит праведности книжников и фарисеев, то никто не войдет в царствие Божия, в целомудри, во спасение, научи нас взирать на кончину праведных своих, и подражать вере их, с какими великими трудами, и усилиями продвигались они, и какое усилие должны прилагать в освящающий царствие твоего, мы же ничего этого не делаем, прости Господи, и меня за небрежность, дай каждому проникнуть в свое сердце, разгреди дух ревности в священниках, покой и соблазн, и разращение подали они миру, допуская всех до крещения, до чаши твоей, посетив этот час отца, вроде какие беды ожидают его, что ты говоришь сердцам нашим, сохрани его, не допусти его до этого позора, да не постыдятся во мне все надеющие на тебя, и я да не послужу ни для кого соблазна, благослови на Христос, прости, что не по воле твоей было сказано, по ревности неуместной, по неразумию или во гневе, прости имя тебе, любовь и милосердие, слава тебе за всем, Отец и Святой Дух, Аминь. Вот смотри, значит, так, Володя, строгость, правильное понимание ее, это связано со старообрядчеством, но старообрядчество, это как раз то православие, которое пришло к нам из Греции, а не сегодняшний кисель, который мы видим, когда все смешалось, тебе это не подошло, главное, что ты не хотел смирить свою плоть и дух, другого вине, ты не выставил, выставил, я думал, что-нибудь серьезное у тебя есть, благодарю Богом моего в присутствии, тебя и друзей, что соблазна в жизни своей я тебе не подал, тебя не оставил, влять нужно было, а как на шага мысленного еще две лудечки накидывать, почему именно три месяца даю, потому что думаю, срок этого будет достаточно, чтобы ты увидел сам себя, не для другого человека, не для другого чего-либо, и познаешь, как куда ты сделал, Валентина Шитикова, не касается, не кается, и все как будто, это невинность какая-то детская, ничего еще не пережито, надежно, он совершенно не понимает этих вопросов, весьма печально, Валентина Шитикова, грех, это такое падение человеческой души, ты будешь мучиться каждый день, ВД, да Бог с вами, Игнать Владимирович, Бог с нами, благодарим Бога за это, дьявол же ходит, покрыкающий, лев, еще кого поглотить, ты говоришь, что так можно дойти, и бесов видеть, если свято вы жили, не видеть, а ездить на бесах надо, как святой Иоанн, в город ездил в Иерусалим, Валентина Шитикова, как я всегда мучительно искала, чтобы мне кто-то сказал, что со мной все-таки Бог, у меня такое сомнение всегда было, почему? Потому что я знала, что я великая грешница, когда вот приду в баптистское собрание, в Новосибирске они все-таки же недорадостные, все-таки веселые, воркуют, чего-то и поют, а я внутренне чувствую тоску, как будто, что, как будто бы Бог меня оставляет, я плачу, а они поют, они радуются, я плачу, всегда такой у меня вид был потерянный, они говорят, тогда сестра подходит, и говорит, чего ты так убиваешься, Господь с тобою, так для меня, это была такая радость на несколько дней, я ходила, радовалась, и вот однажды в комнату ко мне пришел человек, и стал меня искушать, но я поняла, что это дьявол был, он начал говорить мне, где твоя прежняя гордость, и еще кое-какие вопросы задавал, а я говорю, ну зачем грешница гордость, я просила, Господи, я поняла, что это, кто это пришел, дай мне мудрость, и ответить правильно, тогда я сказала, придалась, ты, какие это для меня сладостные слова были, тогда были, я предалась Христу, такой приговор враг не вынес, а для меня это была радость неописуемая, вот я всегда, каждый день старалась, чтоб кто-то удостоверил меня, хотя бы из людей, что именно Христос со мной, но теперь-то я это чувствую уже сама, и в молитвах, и в зопыта жизни чувствую, что со мной Господь, когда со мной Господь, когда я так поступаю, как написано в Писании, ВД, а если вы любите, то и все, видно, что Господь с вами, не дышит, что это просто обольщение, ну как любите, я просто чувствую, мучаюсь за людей, когда смотрю, когда они в грехе, мне это ненормальное состояние, я мучаюсь за них, чувствую, что сочувствую ему, но чтобы вот так, вот смотреть на все, и подняться, одна девочка тоже уверовала, и пришла в церковь, и говорит, ты знаешь, Валентина, я как будто на небесах, они на земле, я говорю, девочка, ты большина, спустись на землю, иначе плохо будет, она пала и ушла в мир, это просто опьянение, знать Владимир Володя, мы бы не говорили, если бы у нас не было этих людей, падших на глазах, на наших, и в общем-то, сходственно, вот что, что с тобой сейчас, этот дух, куда в тебе сейчас говорит, потеря всякого страха, он смеется, потому и смеется, что ему это ничего не говорит, а спасение вечности говорим, а ему какой-то смех, набрался ты, же ты от своих благодетелей, я не знаю, где, тебя это, и когда вошло, или не выходило прежнее, и Крем Сирин плакал, как говорится, что борозды под глазами были, святые, даже юродство принимали на себя, Алексею Божьему, человеку помои на голову лили, церковь православная, их пославляет, а ты какой путь тебе избрал, путь веселости, путь смеха, легкомысленного поведения, ВД, я скажу, что несколько лет, вот, это чувство, богооставленности, имел жуткое чувство, и тяжелое, и о самоубийстве, помышлял, и что только я о себе не думал, и о людях, все ненавистны были, но, сейчас я нашел Бога, я понял, где Он, я Его потерял, Игнатий Латкин, я поясню, где у тебя ложь, ты никогда не был, Фессерином, был вне крещеном, поэтому ты и не мог чувствовать богооставленность, ты на ходу уже пристаешь к чужим рассуждениям, чего в тебе и нет, вот сейчас ты обнаружил себя опять снова со всеми рогами и копытами, у тебя ничего этого нет, а зачем смеешься-то, какой смех-то, ПД, вы так говорите смешно, Игнатий Латкин, так это смешно тебе, потому что этот дьявол смеется, чувство богооставленности, чувство потери первой любви может чувствовать только тот, кто с Богом до этого соединялся, адреса, 127-750, Тюменская область, город Ишим, 1-я западная, 17, телефон 8-345-51-678-79, Буряков, Михаил Афанасьевич, 663-130, Красноярский край, город Инисеть, Кульца, Кирова, 18-10, Шитико, Валентина Афанасьевна, 153-005, город Иванова, улица Базисная, 23, женский монастырь, архимандрит, оброзь и юрасов. Салтирь 144, не дай уклониться сердцу моим к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их, Иоанна 15-22, если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, теперь не имеют извинения во грехе своем. А я и не знал, фараон сокрушался, что Сара, Аврааму, жена, не сестра, не так разомыслит сегодняшний галстук с чужой женой и простит до утра. Примеры, примеры, в язычниках даже сумел же отбросить жену Артаксер, советы принял и эсфирию, крашен владение Амана, пуская под пресс. Вот руль с благодатных полей Моавицких приносит смирение и ласки в Озу. Примерим к сегодняшним только тут, сколько тут риску. Не вынеши с тела чужую занозу, еле езер угодил Аврааму. И старец готов ему все подписать, но Бог за вещание меняет программу. А раб не изменен, он с верностью пса. Примеры толпятся и лезут на память. Полезные краши один одного, едва успевая их очень ставить, зовут подражанию. Бегут на обгон. Не раз и не два спотыкался Давид, но обличительным словом врачу им. Рыдает в отчаянии, горем прибедить. Яне преступное с корнем корчует. Вселенский учитель умел не молчать, а где-то искусно спешил огрызаться. Стена подбеленная рубит свеча, как лев наседает на куцева зайца. Примеры умения, тяжбы вести, когда беззаконно ахальники лезут для многих. Пример непокорства, а скинь. И помнить ее нашим женам полезно. А я и не знал. Голосят многократно. Со словом научен, но словом научен и редко кто скажет. Под эти слова темноту нам не спрятать. Христос просвещает нас, скажем отважно. 16 июня 2007 года. Игнатий Лапкин.